Я не потащу туда камеру, видите, она у меня туда-сюда, и будем разговаривать, будет так все слышно. Хорошо. Пойдет? Или некрасиво? Нет, смотри, ты вот эту дальнюю разложи просто листики вот так, смотри, вот так разложи, и все. Это дай мне, я сейчас это порежу, есть огурчики, есть помидорчики, в духовке доходит курица, рыба и овощи, картофель, баклажаны, ну вы же любите такое. Да я уже не знаю, что ты курицу не любишь, почему? Ты же сказала, курицу не любишь. Говядину не любишь. Да ты что? Ладно, хорошо тогда. Ну все, так, Сарьяна, иди мой огурцы и помидоры. Иди мой. И перец болгарский. И перец болгарский. Вот, все пойдет, все хорошо. Так. И мандарины сейчас получите, если они не умирны. Есть? Если мандарины живые. Есть адвокадо. Адвокадо? Да. Давай, давай, давай. Да, все вот так красиво. Вот. Сейчас вот это все просто, ты помнишь, как резать? Как растет? А как? Растет? Нет, ну если вдоль растет, вдоль и режем, они поперед. А адвокадо как? А адвокадо вот так. Ну, то есть она пополам же? Да, да, и вот так. И дольками, дольками. Да, да. Дольками, дольками. Так, пусти мне, я буду делать капусту. А, Сарьяна пошла руки брать. Да. Ну, даем уже одно только, я-я. Что будем пить? У нас есть брусничный, есть... Я за чай. Ну, чай понятно, чай понятно. Сарьяна начинает с холодного. Брусничный, морошковый, гранат, минеральная вода, боржом, нарзан и синтуки. Чего хотите? Да, чай. Так. Морошковый. Морошковый? Да. На, там потом принесу еще. Да, попробуй. Сейчас сначала вот этим займем. Да, иди, занимайся этим. Может, тебе фартук надеть? Может, и начать. А я сейчас тебе дам. Фартук, подожди. Давайте вы сейчас определите и отгадайте, какой я сделала торт. Я сама сделала торт, наконец-то. Кондитер в деле. Так в кое-веки, я уже забыла, я устала. Все эти покупные, эти все, вот это все. Я решила сделать свой. Он слоеный? Нет. Нет. Давайте определяйте, мне интересно. Какой-нибудь муравейник? Нет. Холодно. Какой-нибудь шоколадный? Муравейник холодный, шоколадный. Холодно. Ягодный. Ягодный. Холодно. Со сли. Ну, со сметаной. Тепло, но... Безе. Безе холодно. Дамские пальчики. Холодно. Очень холодно. Холодно. Ну, вот ты же начала подсказка. Может быть, какой-нибудь... Так, вот так? Нет, вот так. Вот так. Вот так. И я сейчас дам лимон, чтобы ты срочно, чтобы он не почернел. Надо было резать, когда лимон готов уже. У нас не успеет быть. Угу. Срочно. Срочно, срочно. А то он почернеет моментально. Адвокат ваш. Угу. 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 Продолжаем. Так. Угу. Отгадывайте. А когда вам еще есть? Вот сюда кладите. А потом мы порежем. Какие есть? Угу? А вы такие, такой пробовали, ну что... Вы, конечно, пробовали. Угу. Вероника. Спи пока сюда. А не успеет он почернеет. Уже чернеет. А-а-а-а! А-а-а-а! Я тебе говорю, давай скорее ех! Ой, блин, мой бог! Какие там еще есть? Перемешивай! Чтобы на него лимон попал! Да, у меня еще такой! Ну-ка! Перемешивай! Так, еще есть! Давай тебе отдавь, не до... Нет, холодно! Все, достаточно! Все! С орехами, без орехов! Арифи есть, но это декор! Арифи есть, но это декор! Ну что это такое? Ну, девчонки! Сложно, дайте подсказку еще! Ну ты же уже начала, тебе сказала, тепло! Ну со сметаной! Не со сметаной, ты просто сказала, сметана! Я говорю, ну тепло! Ну очень где-то там! Тепло! Арифи тоже тепло! Или нет? Ну, тепло! Тепло, тепло! Даже не знаю! Ой, ну вообще, девчонки! Вы любите его, он обалденный совершенно! Игорь Охо делал! Помогал мне! Потому что... Вот вообще! У меня сейчас все названия тортиков в митике! Вы себе не представляете, что как только я начала его делать, включила миксер... Какие-то еще есть... Чизкейк? Да! Да! Ура! Чизкейк! Вероника молодец! Вы рады? Надо было сына в гаду! Вы рады? А так вы посмотрите! Вы посмотрите сюда! Сюда посмотрите! Сломали... Он просто не работал! И мы все взбили с Игорем! Вы представляете? Вручную? Вручную! Жесть! Мы все взбили! Девчонки! Я просто это сделала вручную... Ой, какой раз! Будет хлеб все! А хлеб какой я испеку! Аааа! Вообще! Нет, я сегодня не решила вообще это самое! Сначала с утра я не могла подняться! Я так ползала! Просто ползала! Вот ему говорю, Игорек, сходи в магазин! Он оделся! Подходит сюда ко мне! А я уже значит тоже одета! Уже с сумкой говорит, мам! Я не понял! А ты куда? А ты куда? А ты же сказала, что... А вот это вот сюда! Иди сюда и сейчас подержите! А ты куда? Я говорю, сынок! Я так понимаю, что я... Ты не поймешь! Ты долго рассказывай тебе, что мне надо! Вот! Потому что... Вы же знаете, что... Я вам сейчас покажу ингредиенты! Ну, во-первых... Сливки! Сливки 33-процентные! Да! Вот! Село Зеленое! Моем! 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 Тряпочкой, содой! Сарян! Вероника! Вот видите, комбайн стоит? Ага! Мариночка Максименко мне подарила! Ну, она мне подарила денежку, и я пошла от нее подарок покупала! Ну, такой мужу четыре года! Класс! Так я взбила сливки в стакане для коктейля! Ну, у меня же миксер не работает! Чук-чук-чук! Нет! Я просто включила! Ага! Через две минуты! Взбилась! Ага! Я думала, что это случилось! Дальше! 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 Белый шоколад! Ага! Орехи! Пять литров! Пять литров! Пять литров! Полкилограмма... Читаем! Ворожный сыр! Да! Ворожный сыр! Да! Ну, давай теперь читаем! Каймак! Это каймак! Каймак! Кремочный? Крем-чистый! Творожный сыр! Каймак! И внизу... Внизу! На чём держаться-то я? Чего? Вот я что! В общем, без ГМР! Вот! Вот! И чтобы его соединить мне, я его в крошку перемомала и добавила сливочное масло. Конечно, он по калориям сумасшедший! Да! Он просто... Он, кстати, очень сытный! Я просто делала на день рождения Никиты... Он сумасшедший! Мы утром встали по кусочку... Ну, по такому тоненькому... И всё! Я его даже доесть не могла! Он просто... Я дам вашим мальчикам с собой! А-а-а-а! Представляете! У Саряны же тоже молодой человек! Скажите нам... Ты нам расскажешь? Не достались ещё этим вопросом? Ха-ха-ха! Я первая! Мама будет в шоке! А мама ещё не знает? Нет, она знает, но она не знает... Насколько серьёзно заходят разговоры... На тему софт... Мама не знает... Как тебе это нравится... Чтобы Люда и не знала! Люда! А-а-а! Люда! А-а-а! А-а-а! Люда! А я не буду вырезать, между прочим! Пусть Люда знает! Пусть Люда знает, но Люда против! Люда протестует! А-а, Люда протестует?! Да! А значит, что-то не так? Мама чует? Нет, она просто ревнует. А, ревнует? Две девы, так сказать. А ты посмотри-ка. А у меня готовится здесь. Тёпленько. Главное, не забыть выключиться. У меня готовится там всё. Рыба отдельно, курица отдельно. Мама, здравствуй! Мама, ты проснулась! Это Сарьяна, мама! Здрасте! Это Вероника, мама! Вероника! Вероника! Это Сарьяна! Не слышишь, мама? Мама, посмотри, какой хлеб! Мама, ты хочешь такой хлеб? А? Посмотри. Ты понюхать хочешь? Потрогать? Это хлеб. Это всё хлеб, мама! Мама говорит, вы меня не кормите. У меня нет хлеба. У нас семь булок в морозильнике пяти сортов. Значит, вот белый, вот серый, вот всё. Я ещё говорю, Сарьяна, купи ещё хлеба. Сарьяна, ещё купила хлеба. Мама, ужин в духовке. Как только будет готов, я за тобой приду. Хорошо? Ты уже сейчас хочешь кушать? Я попью. Попей, мама, попей. Вот у тебя напиток, всё. Так, всё, пускайте меня, я буду делать салат. Хорошо. А с этим что мы делаем? А сюда накладываете помидоры, огурчики вдоль, чтобы ректор университета не плакал. Ну, вы уже эту историю знаете. Вы её... Такая байка, ну это же правда. Стол дрожал, девчонки. Я всегда вспоминаю эту историю, я говорю, что с вами? Он смотрит на стол и плачет, и плачет. Я говорю, что с вами? Они не так порезали огурцы. Так что... Давайте. Вот так. Да, да, и как получится. И как получится. Мама, вон ещё напиток. А я сейчас палатик быстренько сделаю. Цырянка молодец. На. Просто пришла попить. Попить пришла. Очень хорошо. Потому что мама утром съела 250 грамм творога со сметаной, а потом съела ещё пшённые каши. Хорошо так поела, а потом пошла спать. Но всё равно ей надо уже кушать. Время кушать. Ой. А что? Вы там складываете красивенько. А помидорки, соляночка? Вон. Сейчас, да. У меня есть помидорки рыжие. Я купила. Рыжие? Ну давай возьмём два рыжих. Возьмём два краски. Вот пакетики вот соляночка. А. И тут здесь какие постели? Ну вот два. Итого четыре. Да, итого четыре. Да ну хватит. Всё, я тебя бросила в раковины. Сейчас руки тоже помою. Ещё. Так, мандарины что там? Померли, да? Нет? Один умирающий. Один умирающий, а остальные ничего. Оно вкусное. Оно. Сейчас, Тарьяна, я тебя пущу. Я сходила в фикс прайс. Я неправильно же сказала фикс. Правильно? Фикс прайс. Я сходила в фикс прайс. Я купила. Девочки, как я. Я вот так прыгала. Посмотрите, какую я купила. А по цвету какая-то. Тебе нравится? А тебе нравится? Красота. Красота. Красиво же, да? Вы уже знаете что? Ну да. Да. Ты говоришь, да, чистая. Ну конечно. Я пошла специально покупать, а она висит. Да, да. А у тебя есть такая дома? Да. У меня набор есть. Да? Я купила. Какого цвета? Чёрный. У тебя чёрный. У меня зелёный. У меня всё зелёное, зелёное. Зелёный, призелёный. Да. Мама, иди пока погуляй. Я тебя как помидоры режу. Тоже так же. Вот так? Да, нет. Помидоры как растут. Вот так. Вот так они растут. Они так и не вытекают. Они так и не вытекают. Они так и не вытекают. Всё. Я. Я могу. Вы же знаете что попки не кладутся? Попки съедаются либо добавляются куда-нибудь там. А ты любишь китайскую капусту? Я люблю всё. Молодец. Как раз капусту я хочу чтобы мы её порезали и сделали с бальзамическим чуть-чуть уксуса. Вы не против или? Не против. Не против. Не против. Хорошо. Тогда бальзамический уксус. Сейчас мы. Сюда. И растительное масло Савяночка на столе, которое я для Вероники там. На столе уже стоит. Неси и уксус и масло там. Башмачок который. Башмачке. Башмачке. Который в башмачке. Ага. Всё. Смотри. Мы сейчас. Её немножечко нужно помять. Немножко нужно помять. Смотри. Вот банка зелёненькая. Которая светлая. Это сванская соль. Вот. Можешь тут её. Сейчас. Сейчас посолим. И помнём. И помнём. Сухая? Вроде сухая. Чай кто будет? Со сливками кто-нибудь будет чай? Нет, спасибо. Я буду. Ты будешь. Тогда нужно взять Савяно. Вот сливочник. И потом сливки взять из холодильника, налить, поставить на стол. Ну красиво ж. Ну. Шедевр. Ну красиво. Ну так подожди ещё. Сдвинь. Руколу туда насыпем. Давай. Давай. Сдвигай теперь всё. Красоту дать. Да. Хорошо. Ну и руколу сюда ещё. Да? Сванская соль. Да? Здорово. Ааа. Ты что? Сейчас мы сделаем. Класс. Просто класс. Я сливки взять. Что что? Сливки. Где здесь? Сливки там в бутылочке. Перелить. Перелить. И на стол. Внизу в пакете. Найди. 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 Игра. Найди сливки. Ха-ха-ха. В холодильнике. Ну вы молодцы. Ты посмотрела на чизкейк? Не обратила внимание ещё? А где? 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 Ну посмотрите. Где? В холодильнике стоит. Где в чакон? В левом. В левом. В левом. В левом. В левом. Чувствуете какая то? Шедевр. Знаете когда я не делала. Ты уже солила? Нет ещё. Такая забавная история. И милая. Да. Добавная и милая? Да. В левом всё переливаем. Да. Переливать сколько войдёт. Ну чизкейк вообще он, так сказать, долго его готовить. Ну потому что остужать там надо какие-то части. Долго? Ну. Ну. Я по такому-то заклеила. Я 15 минут делала. Да? Ага. Может я что-то неправильно делала? Я ж сама делала. Ну и чё? Мало того, вторая порция шоколада. Я думаю шикарно. Вторая порция шоколада получилась карамельная. Передержала я его чуть-то. Карамельная? И говорит, давай, значит, мама, надо это всё выкинуть. Я говорю, здрасте. Ага. Это же уже карамель теперь. Он говорит, он попробовал, но он же тоже, он же пекает. Понимаю. Да. Ну так вот. Никита был на работе. Я начала делать. Ага. Он приходит, говорит, печь не смотри. Там где тебя топливаете. Безоглядно. Не гляди. Ну хорошо. Всё начинаю. Продетавила на утром. Он уже остывший. Я, значит, ставлю. Украсила ещё губничками. Он такой, вау, как красиво, спасибо. Отрезаю, ну, отрезаю, мы едим. И не помню, как в процессе это получилось. Я говорю, короче, вкусно я приготовила. Ну, нравится тебе? Ты приготовила? Ты приготовила? Куда? А кто? Так вкусно. Правда ты готовила? А что сейчас можно сказать? Раньше было как? Домашнее, значит, вкусно. Всё, что покупалось, это всё. А сейчас покупной, это вкусно бывает, да? Да. Ну, чизкейк просто... А, ну чизкейк, да. Ну, чизкейк, да. А, ну, да, да. Такой, как, торт такой, непростой. Правда? Прям не заказывала. Ты представляешь, какая у нас... Это шедевр. Видишь, молодец. Вот он может ценить и может это, благодарить. Молодец. 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 Вот ты ему принесёшь кусочек сегодня. Саряночка, ну и ты своему принесёшь. Молодец. Он сказал нам, отлично посиди. Отлично посиди. Как зовут-то хоть? Дима. Дима? Дима? Ой, я не могу. Так, 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 так. Угу. Так. А ты перчик порезала туда? Нет? Да что ты туда надо? Конечно. Давай. Ну, давай. И такой, и такой. И тут положим тень чуть-чуть. Ау. Хорош. 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 Саряна ему сколько? Тридцать один? Хорош. Это всё борода и усы. У меня! Всё без бороды ты ещё. Просто ты слишком взрослый вам. Это всё борода и усы. Мы просто сейчас были на свадьбе, подруга такая спрашивает, Никита, а тебе сколько лет? Я тоже ревную. Я не хочу её отдавать. Я тоже ревную. Люда! Я ещё никуда не ухожу. Люда, я с тобой солидарна. Вот почему-то тебя хочу отдать, а? А сырянку ей? Я маленькую. А я никуда не пойду. Она ещё маленькая. Я ещё никуда не собираюсь. А это как ревно? Так же! Как? Вот так это всё, так это всё, а потом вот так и вот это так. И вот так. Короче, подруга спрашивает. А, Махита, тебе сколько лет? 7, 27, я думала, лет 30. Я говорю, это всё борода и усы. У нас же обязательно надо бриться в театре. А вот ты не понимаешь. И он вообще лет на 15 выглядит. Да? Без бороды. Ну ладно, лет на 15, на 20. Я посмотрела сегодня сайт. Какой? Ваш. У вас же новый сайт. А, да. Какая ты там красавица. Ну ты и так красавица. Я видела. Ты видела? Какая там красавица. Прости. Вообще. Мама, не разговаривай только, а? Вот не разговаривай. Только не надо разговаривать. Какой красивый сайт. И какая ты красивая. Ой, спасибо. Очень приятно. А что я полезла-то туда? А я полезла, знаешь, почему туда? Я хотела бы смотреть фотографии спектакля. Ага. А что-то у вас там ничего нет? Вконтакте можно? Да? Да. Знаете? Я не знаю. Потому что мы не симметричны. Потому что если... Хочется как-то вот, чтобы это было как-то вот... Как перцем пахнет вкусно? Вы чувствуете, а? Да. Перчик. Нужно кушать. Ну когда еще кушать? Когда вот именно... Одно дело зимой. Сейчас супер дает. Зимой. Нужно есть, когда время. Когда время. Ой, как здорово. Сарьяна, ты далеко. Да я не хочу. На. Какой любой аппетит. Абокадо сюда выложить. Сюда? Да. И салат готов? Все. Абокадо? Нет. Абокадо ты хочешь сюда же? А я не поняла. Не, не, не. Сюда? Нет. Отдельно надо. Сарьяна, на. Перекладывай. Вот сюда. С лимоном? Да, вместе с лимоном. перчик-то какой так все остался последний этот штрих до наливать масло там уже конечно не итальянское масло но очень хорошая но очень хорошая там же перчики в этой баночке становится итальянского да 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 там может жирная так ну и винный уксус бальзамический его тоже нужно на стол отнести и идем за стул так а чайник ставим а ты включи его теперь он на столе стоит а блин да и там свеженькая воздавлю около чайника не вижу вот только заваривать я что будем или цветочный который сзади тебя там есть есть вода свежая и перед этим я с лимонового кипятила чтобы накипи нет он прям такой хороший хороший ищи дырочку чтобы попасть сплошные шарады головоломка прям вот такой вот когда вот его сделаешь что-то что-то нужно на стол сметана майонез с рядом сметана майонез маслом обойдемся хорошо точно не ну хорошо скажет там можно посмотреть хорошо ладно так тебе надо это не нравится стеклянная масло масло каждый масло мало каждый себе насыпет поет сам нормально хорошо на стоит так здесь еще у нас блюдо же сейчас встанет с горячим нам же надо место сейчас мы здесь чашечки под чай так чайник ну ты сама говоришь хочешь в этот крышечка вот одна разбилась поэтому я использую включила столько столько всякой посуды и я не знаю и что-то ничего не подходит мне ничего не нравится это маленькая бордовая не в цвет что-то мне не нравится мне все не нравится куда куда капусту положить а вот это хорошо ты же тоже будешь вот и хорошо какая ты молодец вероника очень хорошо так вот это моя вот я в нее и положу я буду сидеть там а вы будете сидеть я видишь как громко разговаривать по привычки из-за бабушки я кричу все время как и на вот это мои мои приборы мои эти мелкие ложки меня не станет все и накладываю щас вероника ты молодец и если что будем подкладывать да унесем туда на кухню все так а это подчелось это моя я я утром дело очень-то ел что-то надо положила на царя на чуть-то много плана я но не мыть и сливочное масло осталось я с утра ела а так мы его щас весь разложим мы его съедим ну потому что это очень вкусно девочки как это вкусно что-то лишь наши все варишь иди ты уже садитесь или чай надо заварить ну и что надо пойдем встанем заварим сейчас так сарелочка где будешь я буду давай ой гусеника морожка клюква виноград я оба поставлю сюда жарко же лето твоя свечка зажги-ка ее ты мне дарила помнишь? да я пока поставлю потом это горячее так подскажите чем зажечь спички так сарелочка ставь стульчик так подожди я тебе почищу подожди не садись я почищу тебе нам надо длинные эти подарить видите какая у меня варежка а? Вероника варежка с дырочками варежка чистить это специальное? да смотри вай да чтобы все было чистить если хочешь я тебе могу новую принести Сарелла давай я тебе новую принесу я тебе сверху положу просто на которой кошки я все испортила что ты испортила? да ну нормально все сейчас принесу заряд ага дубль 3 надо подарить я поняла что надо подарить аааа горю ура урааааа зажгла? да да неужели? садись садись все моя девочка вот так все в следующий раз я приду к вам с длинными спичками с длинными спичками? да у нас там не сгорит курица красиво же ты мне дарила а я помню Сарелла твоя свечка до сих пор лежит в НЗ представляешь? в НЗ? нельзя трогать? неприкосновенный запас да лежит лежит неприкосновенный запас потому что плавающая свеча показать? сейчас покажу ой заставила я ее ну я достану потом я покажу потом заставила я я там порядок наводила и в натуральном дереве сейчас поедим потом пауза будет вы будете ля-ля-ля-ля-ля-ля и я ее достану да так ныряйте что-то тут так мне надо туда сейчас подождите рыба готова рыбу все будут? да конечно так ну и тут все готово и курица готова давайте пока рыбу пока рыбу поставим на стол потому что у нас овощи где у нас это? деревянные подожди коробку выкинули в ней были обликосы потому что я покупала много они заспевали я по очереди я их по очереди у меня наушники висят прикинули я их искала пришла с ними надеть их еще безобразие где-то где-то как хорошо да? девчонки без косметики это у нас Сарьяна одна с косметикой а мы с тобой без косметики ну что это для свадьбы ничего не было? свадьбы не будет свадьбы не будет он тебя бросил? или ты его бросил? госуслуги нас госуслуги и биртохи бросили нас слушай а может все таки придумать что-то? у вас гастроли в сентябре у вас что только нет в сентябре короче мы 15-го расписываемся а на следующий год вообще правильно ну и правильно вообще не надо ничего и правильно слышишь? да Сарьяна? я вообще людям предлагаю наше время расписались и полетели куда я тебя нахер этот дом тихо что за слова вообще? вот в чем доме безобразие куда смотрят профсоюзы так за Костей и езжай за Костей так я не могу понять у меня была такая штучечка-то Лера дарила деревянная на что поставить рыбу-то? рыбу поставить а что? что? а она треснула это все из-за меня нет это просто сдвинулся сдвинулся фитиль ой как жаль смотри фитиль сдвинулся ты видишь как он сейчас достанем эту плавающую плавающую? плавающую будет я знаю для чего плавающую это ж ж да это ж кому надо ж так ну слушайте жаль-то как а вон она нашла я ее нет не нашла ой а куда ставить-то? подожди так вот я и не нашла я ищу и не нашла подожди подожди нет ну это ж не смешно на что поставить-то? Вера мне дарила же эту штучку вот это есть это сочи тоже можно поставить ставь а еще одна так вот это можно убрать орехи? ну может вы будете грызть? вот вам туда мне? туда? потому что вот этот хлеб вы сейчас будете есть и будете визжать я пекла сама так я вообще сегодня все делала сама а вот где вот такая вот которая деревянная такая штучечка-то подставочка рыбу я хочу поставить на стол а вот она забирай, Саняна да, корык вот вот на нее и поставим рыбу а вот раздвигайте все давай убирай вот это тогда сюда а вот сюда вот это и сейчас принесу рыбу хорошо все Игорь, с Богом рыба горячая ой Ой! Девчонки, она какая гореть! А, стакан? Нет, он есть. Стакан, стакан. Стакан, да, тебе под холодное. Да, всё. Всё, девчонки упали. Упали, упали, упали. Всё. Ну бабушку-то мне тоже надо покормить, а? Сейчас. Нет, не упали. Я не смогу упасть, пока я не покормлю бабушку. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот так вот. Спасибо. Сейчас телефон снять. Так. Вот так. Вот так. Что тут сидишь? Жарко. Уже бегали. Мама! Какой-то вот это. Постоешь? Посмотришь? Не факт. Сейчас дождёмся босса. Саня, какая прям в цвете? Фух! Ну что вы? А! Горячая сразу. Куда? Рядом. Нет? Да давайте мы с рыбой. С рыбой разберёмся. Ладно. Сейчас я маму, с мамой разберусь. Мне надо маму накормить. Мама! Мама! Мама не слышит. Сейчас я сбегаю. Мама! Мама! Иди кушай! Мама! Иди кушай! Вот тебе хлебушек. Вот тебе хлебушек. Напиток сама нальёшь. Сарьянин, хлеба отрезать тебе такого? Отрезать хлеба? Такого. Такого. Такого, такого. Отрезать, да? Я сейчас порежу. Хватит, хватит. Я один кусочек. Ой, девчонки. ну хлеб то правда потрясающий чувствуете на какой хлеб так взяли по хлебушку по такому я положу попробуйте потом не скажете сюда положу почувствуйте как красиво как красиво всем привет а то у нас все это было прелюдия отдыхаем лето от косметики некоторые нет некоторые нет сегодня у нас встреча по поводу закрытие сезона у вероники я по старшинству начинаю закрытие сезона у вероники успешно и на отлично сданная сессия и перевод сорианы на четвертый уже курс 3 курса института искусства имени дмитрия фарасовского завершены актерское отделение ну и я пошла в отпуск отдыхаем и трапезничаем мама вкусно посолить тебе надо я на самом деле девчонки не доставила овощи а я специальных потому что если что у нас есть ну и вот это тоже ты же знаешь что это такое гранатовый спасибо господу за нашу встречу за всякую вкуснятину за все за все за все за все благодаря ему с вами сегодня вместе спасибо наш всемогущий бог отец сын и дух святой аминь 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 так никуда класть ну ладно девчонки как же вкусно ну как же вы чувствуете как капуста очень прямо сильно для прям душевно хорошо богом беру и помню меня тоже веронечка будет чай сразу а мы будем пить холодненько пока и пусть говорят что это вредно а мне все равно спасибо как ты в адвокатах на адвокатах аминь очень вкусно бабушка не довольно не доставлена это что за дела не наставлена так а вы хлеб не откусили я же хочу чтобы попробовали что это такое я потом расскажу давай что же это такое то какая 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 будет русская точно цветная капуста еще что в общем все овощи картофель вкусно вкусно это вы завернули я купаю лаваш душу овощи если они вот эти замороженные овощи они имеют способность быстро разваливаться ну то есть они они такие все получается как пюре овощное пюре я все пытаюсь внука сказать что он любит лаваш но не любит овощи вообще не есть и вот я вот сейчас он приедет и скажу это я курочку перемолола туда положила может быть он съест ему может понравится он даже не пробует понимаете сложность то в чем он сразу говорит нет нет но я же могла бы нет я помню я в детстве мне говорили ну хоть ложечку попробую я ложечку пробовала ну как можно сказать что это не нужно если ты не пробовал такой прикол у детей видимо ну ты попробуй ну вкусно же и царя ну еще может быть на вид может не понравится например на запах ну просто я себя и поэтому даже не хочется пробовать и говоришь я просто не у меня как доме не было такого вот я не буду маленькие и маленькие у нас было время очень нищенство у нас вообще ничего не было с разные периоды были слава богу мы выдержали все и чтобы мне там что-то а тем более сказать фу и вот скрючится и курчится вообще то есть это вообще не в какие вот вообще ни в какие ни в какие никуда я хочу рыбак никита из большой семьи он пятый ребенок и 7 детей у них тоже никогда не было такого сливки все натуральное ничего не добавляла это выдала сок да ничего не да то есть просто ну то есть там лук лимон лук лимон а в чем керамическая рыба уже видите керамическая рыба я скажу где я это купала а потом когда когда я это купила и дома попробовала и поняла что это такое и что я вообще купила и когда я покупала мне внутри прям дух святой говорит ты забери все то есть там килограмм 9 оставалось и сидели забрала еле приперла домой но когда я попробовала что это такое как это вкусно где же взять здесь нигде ни на базах не на рынках не в магазинах не супермаркете я нигде эту рыбу все тут катюша колесникова конкурсом где вот она на сибирск поехала грамм и получила мы с ней проконсультировались она мне прислала запись видеозапись но она не приезжала сюда просто по записи и я и все прокомментировала но вообще вот малейших тонкостях он интеллекта спасибо все я хочу значит рассчитаться вы потратили на меня время не надо не надо мне ничего я говорю если ты когда-нибудь будешь на станции злобина ну вдруг она живет на берегу да где то есть она даже не знает где это я гну и не надо тогда нет 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 вы договариваете и я сказал спустя правда прошло где-то два 3 месяца я сейчас наловила да я приехала я приехала на ли там у меня здесь как раз будет какая козе мало ли что вы здесь я купила я тоже я забрала последнюю но ведь я бы больше купила девчонки знаете как а вы знаете как называется это насосе я никогда его свежем виде вот так тушками без единой косточки я такого не видела не я тогда первый раз увидела и просто была поражена пока горячая берите свой ножичек вилочку так вот одевать и потому что кроме кроме нас и бабушки не игорь не кости поэтому я одну сделала и не стало больше потому что никто не ест мама нормально все так я хлеба не хотела ну вкусно все вкусно хочешь помочь чтобы кушай мама кушай карелкой просто так теперь надо тарелку мама вкусно сейчас я давайте ложечку дам давайте ложечку дам что высокие я просто хочу бросить они такие вкусные девочки они неказисты и бабушки давайте тоже у нас рыбная рыбная девочка себе хвостик эти бабушки ну вот мы этим место освободили можете это раскидывать мама я тебе рыбку несу мама рыбка ничего не надо тебе прямо вот так категорически ну стояна бабушка прям взяла твой хлеб и есть вот так это так вкусно что мне главное что не надо ничего говорить не надо так где-то у меня свежий хлеб когда еще люблю ну как рыбка то вкуснецкая просто бомба вообще вы представляете вот как вот как я очень важно я когда я говорю что это знаете вот он просто вот в этом в ларе она торчит а вот прям вот этими тушками полу тушками половинками но я не видела никогда такого не видела игру что это наговорит она такая лосось лосось ничего удивительного ну как бы вот лосось я когда положила его чтобы он разморозился естественно воду отдал после разморозки я слила сильве в лоханку она орала и все до последнего вылезла думала она съест эту тарелку водичку вот эта которая оттаяла от рыбы вот ну а здесь ей уже давать нечего извиняйте довольствуйся довольствуйся водичкой водичкой посолила немного ну и все и ничего не делала больше ну она в фольге она бы не сгорела под фольгой керамика вы выключили там все да я все выключила да она бы не сгорела бы фольге а мне кажется чуть-чуть может соли перебрала нет нормально все хорошо да ну очень вкусно так что вы имейте ввиду больше я нигде не видела вот эти все базы которые вот на которые я там не видела такой рыбы никогда вероятно просто есть какой-то поставщик который только туда привозит ее люди видите как они разбирают сразу разбирают вот вам и лосось свежий мы же привыкли всегда консервированная консервы в банках лосось чтобы вот так я подумала пироги надоели ну да все да ну они конечно вкусные все это замечательно но все-таки есть а овощи я просто тоже их как то что же не все покупали покупают допустим с прованскими травами я не могу их с прованскими травами они они настолько пахучие они так все перебивают сразу же вообще весь вкус поэтому я ничего с ними не беру я вот эти овощи которые там и которые ваши овощи гриль то есть они половинками всю я как-то к ним из того что я брала это лучшее всякие там дюэли там еще там еще всякие там четыре сезона там где я много беру потому что бабушку же нужно кормить иногда быстро надо кормить потому что она как ребенок ей главное чтоб она была сытая чтобы было тепло чистенькая все ребенок это лучше мира то мира торговская на торговской овощи я пока не тесните не терзаю ли не дергаю ребенок же у нас мужу после того когда на премьеру приходили что у нее там с ногой проблему было ну так как тебе все-таки оттестовали ты теоретически сдавала она расскажет нам надо же было докрутиться там довертеться мы же прогоняли перед экзаменом уже все подготовили форум среда 4 был экзамен уже полтора часа все прогнали накануне да вот прям вот вообще то есть педагог видел уже всю работу видел последние пять минут занятия там народный танец историко-бытовые вот это все она у нас балерина немножко не рассчитала что мы не были ли мы все вот это бывает мы в народных туфельках вот это все там она решила добавить в связку предпоследнего прыжок первые 100 попыток получалось нормально просто первый прыжок куда и так расскажи по-моему другое ну там одна нога назад другая вперед перескок вот это все на перескок нет свое какое-то ну и задача была правая нога назад левая вперед там перескок перекрутился стойка положение завершить и вот правую ногу повело как раз перескок и все и достижение последние 10 минут урока просто так что как так ногу чувствуешь что когда встать сможет ну вроде начни перелом на протяжении вот тоже извините очень это значит не перелом меня однажды в шанс местах там все и так я и пожарную эстафету провела еще потом в бане банкет для высокопоставленных чиновников и когда я вечера приползла к административному корпусу и легла на скамеечку то что уже не могла подняться рима врача на наташка ты чё когда увидела она уже у меня я просто не разувалась я просто не разувался как было в кроссовках со стадиона как вот я в них и в бане тоже вела им там вечер и я уже когда сняла на у него так с гипсом извините тоже бегала прыгала значит не перелом дел такое маму набирают так и так у нас получается хореографический корпус внизу на первом а вот это с института на четвертом этом одногруппники помогли дайте не чтоб подняться когда мама приехала как все едем в травму это когда на неделю дома полежим конец едем в травм и ладно может поехали в травпункт что вдруг все таки перелом растяжение тоже на норму ну конечно по ощущение есть трещины ну вот значит у нас получается рядом с домом там недалеко частный травм и она такая ладно а у меня паспорта с собой не было я говорю я там в базе есть я в этой клинике когда там УЗИ сделают еще что-нибудь вот приезжаем туда не видишь что в базе есть такие ладно паспорт не надо быстро на снимок врач посмотрел ну не перелом поздравляю но растяжение две недели нагрузки никакой на ногу не давать и как раз в экзамен да я такая две недели в сессии заканчивается ровно через две недели как интересно ну и вот и пять дней прям лежала там всеми мазями все компресс все как он выписал на шестой седьмой день там уже начинались экзамены другие теоретические такие как хочешь надо быть ну хорошо ну ладно медленно или как уже постепенно но остальное это уже за тебе ситочка дай мне просто повезло что в день когда вот это было утром было фехтование половину я выучила ну ладно ты это фехтовала там только последнюю связку не успел поставить поэтому я тебя чувствую чтобы зимой не сдавать поэтому фехтование это и получил ну там цветы конечно сарьяна букеты букеты виде чая это точно чай потрясающий запах какой уже у меня айнура ахмедова была недавно не надо ничего разбавлять это хочу папку то не посадила но эту надо же было чтобы они распустились то лучше а не портит пей так чувствуете как хорошо что чайник в стуле дырку сделать и все или зимы сидим с утра так значит ну а теорию ты же все таки сдавала конечно а что у тебя были какие экзамены теоретически люди стали музыки строить от разочет культурология про культурологию разу с четвертого зала что-то у меня прям не шло не как у меня принимала сергей степановича жена ну да у нас тоже ждали дали а там не днем нет не жена другого другого агарусь петро да у меня получается одна группа целос начался конфликт на почве мама завидует не обращай внимание ну ладно а конфликт в чем выражался а получается какой день неделя спустя это была среда восьмой и девятый день да то есть я постепенно медленно хожу нога то она начинает уже так постепенно отходить у меня так настрой мне надо закрыть эту сессию нога не боли все зажило сидим в столовой она перед этим когда у меня третий четвертый день было но я скидываю справку фотографию беседу преподавателям у кого что ну да и свехтование что меня не будет так и так на третий день я напишу беседу начала вот я там когда в колледже училась тоже что-то у меня было и ничего я ходила и сдавала дома не лежал нет я сказала я тебе день рождения флаг подали я говорю ой я тебя поздравляю у меня заключение врача я говорю все а такая я не верю и такая ну пожалуйста ты хочешь не верь и вот получается проходит почему вы объясняетесь перед волями там вообще не знаю тебе что это надо сначала я не отвечала ну раз на десятый такая так или я сейчас и закрою рот или она не успокоилась она не успокаивалась очень долго она и так не успокоилась это было суббота или воскресенье когда она не писала четверг-пятница вот это уже было в институте в столовой она такая справку себе купила и делаешь вид что у тебя на габаре ты куда конечно не заняться нечем деньги на справку тратить конечно сидит одногруппница моя ну да значит она покупала тоже когда она сидит моя дорогая да это и уже потом дай в контакт где я покупала сидит наша одногруппница она староста значит у нас в том семестре Миша был на гастролях с театром 3 недели он приехал на 5 дней сессии в конец успел а Оля так как Миши нет она тоже не приезжала просто и прихватом она просто не приезжала у нее причины не было я начну надавать что дальше ее понесло я такая да 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 кто бы говорил да мы сидим с Юлей едим пытаемся не реагировать тут она такая просто ходишь тебя просто так ставит и меня это бесит ну поздравляю меня это не бесит и что-то ее понесло я говорю такая Оля стоп тут семестр мы с Юлей три часа сцен боя вдвоем три часа нагрузки за вас двоих с Мишей пять раз ничего раз и тишина я говорю продолжить и что-то еще в конец скала не хочешь не верь вселенная все видит и все и на этом конфликт никогда не оправдываетесь никогда понятно еще и Юля как раз такая да вообще-то мы в том семестре сидит тут начала и она такая Оля успокойся и значит культурология последний экзамен это через шесть дней происходит шестой день сдаем экзамен приходит Оля хромает садится сзади нас такая у тебя правая нога да такая да упала да а это то же самое такая а не надо было вселенную узлить я говорю не верила вот получи Миша ржется и а вот надо было верить языком выкопала себя потом сидит весь экзамен ты это ты это давай давай сейчас тебе погадаю все на ручке язву ага ничего сырёночка скоро закончишь ну а тебе один курсик два два да получается или полтора да а у меня прям в июле у вас там какая-то остановка чтобы через два года ее на работу-то взять она же ведь очень характерная я думаю нет как всегда мужиков не хватает да но через два года вас тут не клеит уйдет ну смотрите у нас за сезон двое солистов точно солисток ну уволились получается место есть за сезон это предоставил может тот понедельник сижу у Даши своей на ногтях ты же это театрально мучаешься но муж лет она 7 знакомых теперь уже у тебя музыкальное образование года на год ко мне тут девушка ходит главный кадровик музыкального театра но вот спасибо за намеку давайте контакты да уточнишь и у нас почему-то были закрытые прослушивания обычно не открытые а тут прям закрытые какие-то весной в июне были ну не знаю взяли в Новосибирск даже главный наш режиссер ездил смотрел людей вот может приедут понимаешь здесь здесь очень большой пласт у вас для детей у вас много спектаклей детских ну опять же в этом сезоне многие спектакли у нас сняли сняли из-за чего гарник нет или маленький спрос на него ну короче денег не приносит не рентабельно и тогда среди них были детские спектакли ну так надо ставить интересные можно ставить такие чтобы дети вау костя привет привет кости иди сюда обнимите поцелуй обнимите и поцелуй растерялся я тебе сделала лаваш с курочкой будешь кушать не ну так одна курочка курицу просто спасибо не надо он теперь научился говорит спасибо не надо курицу будешь просто без лаваша а просто курицу не надо а что надо посмотри вот на стол что хочешь я не ходил по костре все пошли учиться у нас урок у вас урок ну ладно хорошо все спасибо не надо понятно а то поначалу то все вот видите уже что фу то вообще я же плохо спала а он на меня смотрит и понять не может а что случилось то ну нормально все ну вот это нормально было все мы же общаемся то вот только два месяца общаемся ну да мы же недавно общаемся поэтому обнимите поцелуй спасибо нет спасибо да так что все хорошо все нормально мы уже в школу идти уже богу все знают уже все ой кай ладно допьем не нам не надо поднимать значит требует объяснение с вас девушка вообще ну сейчас вот этот орел да вон прекрасно же спектакль нам очень нравится шикарность так и главное что вся труба задействована театр ну почти да практически вся там уже какие-то единицы такая масса понимаешь такая масса наоду сколько спектакль как мне жалко очень этих монтировщиков монтировщики молодцы они молодцы да но когда рептиции там где-то в премьере например сцену прошли где там крупное какое-нибудь передвижение еще раз они вот так вот у них на них да смотришь они еще и раньше всех как всегда приходят там проверяют опять же технические моменты ну и позже всех тоже там не дай бог колесо одно бы отвалилось там же все нужно ну что же раскручивается и же постоянно эти сценографии все время макарда а у нас стол вот этот бильярдный который на который ты прыгаешь и синяки ставишь себе? да потому что она почему вот так а я не знаю как это ну ты это делаешь знаешь от души ты уж прыгаешь так прыгаешь вот эти все вообще конечно а этот стол у нас за время репетиции ну то есть нам его сделали простите можно и можно нет подожди нужно сказать Таша простите пожалуйста и тогда мы обратим на тебя внимание а то у нас тут разговор уже обратили что ты хочешь Костя? ну лимонад лимонад хочешь? ну так ты принеси свой стакан и мы тебе нальем лимонад лимонад в общем у нас только еле-еле к премьере вот там чинили много раз у нас колеса ну мы там все садимся и нас ну там коровы ребята по-моему из балета катали а мы там колесики вот такие везде ну да прям малюсенькие а мы сядем все и я еще ну все залезли там что нельзя крупненькие колесики делать вопрос да то есть большой большой вопрос да значит все все встали прыгнули там и я такая просто присела ну да у тебя там на бедро там да 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 ну а я тогда первый раз села и разновила и три колеса дыши хрупкая Вероничка ну я лишь где вот и все а у нас у нас короче в основном был репетиционный стол он такой ну из другого спектакля он грохочет очень очень сильно у нас еще поверхность к этому спектаклю заменили поверхность на столе нет на сцене на полу то есть у нас там были такие деревяшки уже которые прям неровные а тут постелили да тут невозможно если бы вот так вообще там невозможно вот и мы то есть там первый месяц мы вот на вот таком полу работали и еще плюс грохочущий стол и мы привыкли там какие уже тексты было ну и выливал рюмку ватки пен одна пен короче орали орали там потом когда заменили пол привезли этот стол нормальный который мы продолжали так стоп чего вы орете мы привыкли не слышно реально было мы специально ну чтоб в колонке в этом мониторе было слышно друг друга ну у нас же по порядку ну конечно грохот если такой и мы несколько дней отвыкали уже рефлекс да я так же я же с бабушкой все лего кричу наш не слышит и я так со всеми разговариваю привычка ну где я потом раз так надо потише ой ой чё вы орете чё вы орете чё вы орете вы должны его как курочку принести чуть чуть попочем можно капельку а солян ну ладно вот он говорит вы ж должны быть обаятельны а вы сейчас как раз на базаре орете ну а когда я выскочила в этом гриме я ее не узнала девушка вы кто не узнать вообще а вот уголовный убор этот прическа все вот это дизайнеры его как носить удобно да он легкий это я очень этому рада потому что мне там рассказывали случаи когда там на каком-то стеклянке неважно тоже там парик здоровый еще что-то там наверху и все это тяжелое и даже защемило позвонки позвонки из-за того что приходилось держать танцевать еще петь и держать это все молодцы то есть продумали художники по костюмам думали вообще шикарно я считаю ну прям они такие современные но в то же время в тех лет вот Сарьян тебе что больше всего понравилось? мы же сидели главное нам какие места четвертый ряд мне другие понравились конфликтные ситуации все конфликты понравились мне понравилась роль этого у Пугачева как он прям я прям его прочувствовала как мне нравится этот гад Михаил еще швабрин швабрин гаденыш прям ну гаденыша играет прям дубовцев ну ты своботарь после каждой репетиции ты такая сволочь прям прям тебя ненавидишь сидишь прям фу молодец играет экипаж видишь экипаж молодец да ну и имя молодец голос понравился Михаил баритон дубовцы да швабрин да голос мне тоже нравится басы и баритон голоса мне батюшка понравился хороший он все у нас да да последний спектр как он говорил матушка папа матушка папа матушка это же как раз тема да я буду снимать видео следующим выходным я уже конспект подготовила женщины в церкви служение женское служение потому что некоторые мужчины они прямо я говорю что вы так переживаете я удивляюсь вам а вас почему вот это так вы нервничаете ну я делюсь людьми делюсь рассказываю то что сама пережила с чем столкнулась то что услышала ну все я вам всегда же говорила что я овца то есть что ну наше выражение в мире ну овца то есть ну как обидеть человека там все я всегда говорю как я счастлива когда меня так называют понимаешь ну овца то есть если бы мне сказали королеви что там еще там какая то было бы плохо я бы расстроилась бы а тут овца очень хорошо очень хорошо потому что Господь заботится о своих овцах что там все это я причем овцы животное достаточно ну не скажу что оно глупое животное но оно единственное не знает дороги домой понимаете все все приходят все животные находят дорогу домой ну там потерялись то это все а отца нет овцу надо идти искать и на загривок как Иисус и стоило и домой возвращать я говорю что вы так переживаете я говорю я вам что плохо чем-то сделать нельзя Иисус запрещал все я говорю ну так расскажите где мне всегда надо я покаюсь во мне в писании покажите мне в писании где я тогда действительно рот закрою молчает женщина в церкви там жена молчает в церкви все я говорю вы контекст читаете контекст читаете то есть на самом деле и вот эта сцена мне как раз я рассуждала все у меня эти мысли конспекты я смотрела ну как же это здорово так матушка они муж и жена они супруги да и в библии написано что дома с мужем разговаривали в церкви молчи жене нельзя мужу в церкви ничего говорить то есть понимаешь это не твоя семья это собрание верующих и то есть действительно муж твой стоит допустим за кафедрой либо он еще что и ты вдруг чего-то там начинаешь его там учить или что-то говорить или еще там как-то все молчи у тебя для этого есть дом где ты можешь с мужем со своим общаться разговаривать и так далее и так далее ну поэтому что касается пастора я не спорить не буду я никогда туда не полезу на кафедру потому что муж глава жены а мужу глава Христос и если сравнить если сравнить семью в мире ну вот муж, жена, да дети где глава семьи отец да и жена все она слушает своего мужа и он должен ее любить да у боится жена мужа как вам нравится этот стиль да у боится жена мужа я говорю а то что муж должен любить свою жену и как он должен на руках носить свою жену спасибо большое мама ты здорова ты еще хочешь что-нибудь это больше ничего ничего не потом будем есть торт ура да спасибо иди отдыхай мама отдыхай или расскажи нам что-нибудь а или нам что-нибудь расскажи что-нибудь рассказать да про музыку про музыку ага музыку да ага ну я тут расскажи нам что-нибудь про музыку ага что-нибудь я не могу сейчас рассказать объелась ага попозже попозже ладно иди отдыхай иди отдыхай мама отдыхай иди отдыхай пастырь в церкви должен быть мужчина потому что это семья это то же самое понимаете вот семья божия и нечего лезть за кафедру женщины там должен быть мужчина ну а то что сколько служителей сколько пророков женщин судья в израиле девора женщина была то есть кто бы еще из нас командовал богу куда кого назначать и как использовать я говорю ну что же вы я говорю так переживаете так я говорю я что у вас служение я говорю вам мало я говорю вы же можете вы же можете сами поговорить с богом он вам расскажет что вам сделать по воле его как выполнить а неужели я уж прям все забрала все забрала а ты какая я ай безобразие магнитофон да по сигару значит куртка кожная вы забрали все 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 а ведь к нам милиция приезжала собака с милицией приезжали а вы хорошо сидите девчонки переходите значит значит он последний да вот последний сезон понимаешь вот эпизодическая роль а ведь он знаете как он сыграл вот он прям все как он сыграл и главное именно понимаешь вот режиссер вот режиссер мне кажется в этом спектакле ну этого спектакля он прям нас всех подобрал все на каждом на своем месте типа жизнь типа жизнь вот у меня же ну небольшая роль я в начале вышла и потом все время на рептициях сидела в зале и смотрела интересно было особенно когда уже свет был декорации костюмы и просто сижу ну вот там Рустам ну прям ну Пугачев ну вот прям ну швабрин там идеально просто на своем месте ну прям каждый да 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 ну еще и режиссерский не только что типажи там все подобранно у нас же кастинг был на этот спектакль ну я представляю я представляю у меня даже в колледже на спектакль я среди студентов устраиваю кастинг что уж тут-то казалось не ну другие спектакли у нас так как-то даже не знаю как это распределяется а тут прям нас прослушали ну и режиссер сказал так у нас так было сейчас вот с этим друг образом нам дали произведение распределитесь сами мы такие да вот придем в театр мы распределились ваше решение зачем это уже на следующий курс вам дали ну вот уже сейчас вот мы ставили деревню потом будет по этому же произведению город ну и что ты там в деревне делала ну-ка расскажи полинку играла сестру алкоша запойного хахахаха хахаха да ну ка ну ка нам что Микса Рыловкой-то спаивают на всю деревню та поглядите на него лежит он в луже Костя Ой, Степани, да, ты даже с него такой, зачем ты вела Костяк? Я с тобой все смотрю, ой, не могу, пойду я. Ты смотри, как. Степани, ты жена что-либо? А ты сестра пришла и говоришь, а что-то он у тебя уже валяется. Она такая, так это не я, это его вон там бабулька косорыловкой всю деревню споила. А ты где была? А я с городу приехала, затаривалась, а он уже уже приехал. В городе она была, затаривалась она. Сама подиванная, напоила, его уже уронила. А специальная заловка, заловка, потом приперлась и помидит. И говоришь, что он у тебя там лежит в лужи, да? Да, да, да. Знаем мы таких. Да. Оля, бабку играла, я из полицобрания. Сказать, куда мы его там выгнали? Мы выгнали юг. Не знаю, мне сейчас говорят, деревня. Вы понимаете, у нас понятия вот эти сейчас, я не могу сказать, что прямо оно стерто, но у нас деревни и в городе хватает, и города в деревне. Вот так сейчас, то есть все зависит от людей, все зависит от того, как что. То есть а вам надо было типичную деревню показать. А какого периода эта деревня? 50-е годы. А, ну тогда понятно. Тогда да. Тогда да. Тогда понятно. Потому что сейчас как бы все поперемешано. Все поперемешано. Ну да. Девочки, как хорошо так. Значит, все, значит, его не будет, больше не будет работать. Ну, он поехал в театр поработать, он вообще режиссером хотел. У нас не давали. У нас не давали. Проходу не давали. Да, ему так сказали. Тебе тут? Не дадут работать. Не дадут работать. Только отвернут. Вот. А сколько им лет? 33. Да, мы были старшими. Нет, вот это грим. Вот это грим. Я-то думала, он на пенсию пошел. А, да? Да. Ты говоришь, все, последнее? А, нет. Я думала, все. Ну, как бы это. Хотя в театре же нужны люди. Ну, разные же роли. Там нужны, извините, и 70-90-х. История. Понятно, грим творит чудеса. Да грим творит чудеса, поэтому. Это ж надо, а? Вот это, да? А куда он поехал? Какой-то там? Волок, как раз, по-моему. Не знаю, в каком. Ну, то есть ему там дадут режиссировать. Режиссер. И там маленькая ставочка актерская. Ну, вот так. Но он очень типажный. Он очень высокий. Да, да. Кудрощавый. Кудрощавый. Он мне нравится в дамском счастье. Там есть, мы кучкой стоим, сплетничаем. И он из этой кучки, вот этой своей днючей ногой. Ну, так вот. Ну, и дальше там сплетится. Это так шикарно смотрится. И он лагаутит. Да, 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 да. Классно. Да. Это комичные такие моменты. Мне показалось немножко не доиграл главный герой. Чуть-чуть. Как дать? Как дать? Вот я, как? Ну, что-то положено. Ну, не знаю. Может быть. Он хорош. У него прекрасный голос. Он молодой еще. Ну, он у нас учился же. Ну, да, да. Он хорош. Он все. И вроде бы все. Вот, я не знаю. Это что-то прилипло. Понимаете? Чего-то не хватило. Мне чего-то не хватило. Знаешь, а я вам сейчас скажу, что. Мне все время... У меня было такое чувство, что он переживает, что что-то будет не так. То не туда повернут. Там, сценография не туда встает. То не туда войдет. То не туда выйдет. Ну, видите, у нас еще он сырой. Мы вот буквально за пять минут до премьеры. А ты понимаешь, что... Это я понимаю. У нас была сдача... Я еще сырья не сказала. Они им надо выиграться. Им нужно въехать в него. Понимаете, у нас 22-го была сдача. На спектакля. Ну, на своих. На своих. На своих, да. 23-го нас вызывают меня. Там вот Стаса, Зурина. А то мы все меняем. В вашей сцене. Через два часа премьера. Через три года. А Цейтлин сделал за 40 минут. Ну, давайте попробуем. За 40 минут отменил финальную сцену. Цейтлин тогда, когда приезжал. Мы ставили в географ-глубус пропил. Тюзи. Мои студенты играют. За 40 минут! Он сказал, этого не будет. Финала. Отменил. И переделал все. За 40 минут. Уже зрители, уже в гардеробе раздеваются. Вы можете себе призвать? Ты говоришь, там. Травмоопасно было. То есть там сцена, сцена этой, они сплав по горной реке. И у них там эти шлюпки там все. То есть там то ли с оборудованием, то ли еще с чем-то было. Короче, он ее поменял. Потом это оборудование довезли. То ли не довезли его, то ли... Ну, это давно было, 10 лет назад. И я что-то как-то позапаривала. То есть я точно такая же. Я точно такая же. Я могу поменять все. И когда мне сказали, что... Ну, вот Ваня, что может не участвовать в спектакле, Ваня. Третья, когда расскажешь. На третьем курсе. И не волнуйтесь, Наталья Викторовна, он сказал, что как бы он вас не подведет, он придет на экзамен. Он просто собирается уйти. Я говорю, странно. Вы не волнуйтесь, я говорю. Я абсолютно не волнуйтесь. Я говорю, я переживаю. Я говорю, заманю. Я говорю, куда? Почему он не будет учиться? Я говорю, у меня не было такой информации. Говорю, а за спектакль я не переживаю. Абсолютно. Ну, как он там все? Я говорю, я могу поменять это все. За 5 минут могу поменять. Я все могу сделать. Понимаешь, у меня никакого психоза нет. Все меняется. Все делается. Все это... Главное просто поставить четко задачу. И чтобы тебя услышали. Все. И все. Поэтому я прекрасно понимаю режиссера. И в чем была замена? В принципе, небольшая. Он сначала говорил... Сначала ему надо было, чтобы мы все это медленно раскачивали. Вот это вот... С ускорением. Нет, сейчас вот... А платье снова... Это... Ммм... Такие... Там... Пауза. Вот здесь надо прям... Подходи, прям оценивай. Прям долго-долго. И... Ну и дальше, дальше. Все такое тягучее у нас было. И у Зурина тоже. Ну как бы... Я задавала, получается, темп. Ну и дальше продолжение было от меня. И он... Ну он посмотрел нас дальше. И он такой, нет. Все, забываем. Все. Ну не то, что... Вот так вот. Просто, ну чуть поживее вот это вот. Поживее, поживее. Ну почувствовал, что не то. Да. Ну не то. Видел. Ну у нас же репетиция, репетиция. Ну конечно, посмотрел из зала. Конечно. Затянули. Нет, и все. Потом что-то еще мы там добавили. Ну... В принципе, ничего. Ну вы не стали возмущаться? А можешь себе представить? Я знаю. Есть кто у вас... Типа... Сейчас так, а сейчас этак. У меня такая была девушка. Так, ну здесь тоже... В 12-м году. Извините, у нас процесс идет. Творческий процесс. Сейчас рождается спектакль. Да, да, да. Не будет меняться и меняться. Утром вот так сделали. Он посмотрел. Вечером вот так. Ну без конца все. Конечно. И это мне... И вот так оно. Это что мы начали? Я только значит, вот это все запомнила и все. И я ей сказала, говорю, так. Я говорю, давайте без вас. Я говорю, идите. Она... Кто за птицами там? А, нет. Я говорю, идите. Я говорю, там. Следите. Следите за птицами. Я говорю, ну просто все. Я взяла сцену вообще всю. Она была там по рассказам, по чекову, по дочекам. Я взяла, просто убрала ее с ней. А там, где она в эпизодах где-то выходила, там я просто все заменила. Все. Я говорю, все. Прощайте. Прощайте. Я говорю, не надо. Я говорю, режиссер никогда не спорти. Не смейте даже. Я говорю, какая бы я ни была. Откуда бы я ни была. Но на сегодняшний момент мы с вами по разной стороны. Я говорю, вы актриса, я режиссер. Не нравится? Прощайте. Все. Но это так же, опять же, с этим же столом. Вот мы привыкли, да, орать. И все равно с первого раза у нас не получится не орать. Это совсем, ну, другое. Ну, типа, мы вот привыкли так. Я буду только так делать. Нет. Ты тут никто. Мне пофиг. Я так решила. Да. Я буду так. Ну, короче, это люди, которые, вот как раз, мы же общее делали. Конечно. Это общий спектакль, там, не знаю. Там у нас, например, в этом спектакле, у нас кулис же нету. Да, да, да. Ну, расширилась с сцена. И там есть моменты, где быстро переодеваться, наверное, там. Да, да. И ты стоишь, там, заряжаешь, там. Ну, через задник уходили. Не через задник, там, с боков у нас есть выходы. Ну, и через склады. Через склады. Да. Да, да. Ну, и через задник. То есть вы там и оттуда, и оттуда нет? Через... нет. А как вы туда попадали? Потому что я же наблюдала. Ползком там. Ах, вот так. Вот так. Ну, по заднику, но ползком там. Кто вылазил, там, на буран, там, да, да, да. Очень классно тоже из зала посмотрела. Я видела только, ну, в балетном классе, еще когда пандуса этого не было. Ну, они на месте делали. А когда уже там пандус принесли, снег, там, ну, все добавилось. Да, да, да. И они... Пам-пам-пам-пам. Вау. Ну, то есть наступление такое. Да, да, да. Да, классно. Здорово. Здорово. Ну, вот. В общем, я этих людей не понимаю, которые... Сейчас было так... Я тоже не понимаю. Причем я же не сразу ей сказала прощайте. Это же было несколько раз. То есть я смирилась первый раз, я смирилась второй раз. Но на третий раз я уже ей сказала прощайте. То есть я ей давала понятие, что это будет не... Ну, она же не театралка. Это же обыкновенные студенты, Сибирский федеральный университет. Но театр на таком уровне, золотой глобус, да, вот у них все-то. И вот я там один год работаю. Я умаялась, кстати, через весь город ездить. Я только полтора часа на дорогу. Это без промок, если я. А так вообще это не все. Вот. И поэтому я взялась за него, ну, понимая, что нельзя сделать хуже. Ну, то есть режиссер уехала, и меня пригласили. Нельзя было, чтобы этот уровень упал в театр. Вот. И поэтому я трудилась, верой и правдой, трудилась, какая бы ни была, ни пропускала, ни репетиции. То есть тут отработаешь и туда бегом. То есть вообще все очень было... Очень было все нелегко. Колледж, и потом, значит, я вечером все два раза в неделю. И вот эти вот скажут, скажите, мне вот это вот, мне зачем это надо-то? Мне не надо такой нервотрепки. Ну, у вас, видите, но все-таки у вас профессиональные театры, вы понимаете? Нет, у нас есть. Есть такие. Да, да. Ну, они что, они прямо слух режиссер? Наверное, так? Было, было. А даже такой был? Да, даже такой был. Ладно бы за пределами, там, в гримерке между собой. Да нигде нельзя, потому что... Ля-ля-то поля. Да нельзя, Вероника, нельзя, стены слышать. Ну, конечно. Дверь приоткрытую оставили, мимо прошел. Прошел человек, и прошла женщина, которая услышала, и которая... Ах, театр, это же... Ой-ой-ой-ой-ой. И пошел, а вы знаете? А Вожикова там? Ага. Поэтому не нужно ничего говорить. А как вам солист, ну, которая главная, героиня? Шикарно. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Очень молодая. Она тоже недавно. Ну, Стас, он еще в хоре? Голос потрясный. Вот. Потрясный голос. Но она ведь дважды грохнулась. Где? Она падала дважды. Она там на шубы наступает? Нет, она подскользнулась, она убегала, значит. А, да, она же бегала. Она бегала, она, понимаешь, как-то... Должна идти перед премьерой, ногу подворачиваясь. У вас... Она живчик такой, ей надо быть поосторожнее как-то все. Так что передавай ей поклон от нас. И скажи, что... А знаешь, почему? А потому что вот то, что ты сказала, сцена новая, вам покрытие сделали все, к нему тоже нужно привыкать. Это просто вот эти вот живчики, вот эти все. И на обуви нужно наверняка там что-то наклеивать. Ну, нам... Как это про филактику? Я не знала, что это так называется. Обуви, да. Ну, как там... Ну, вот этот пандус, мы в конце стоим, нам, значит, говорит режиссер, Аринушка, там, Зулин, вы не стойте там в одной линии с другими, ну, спуститесь, ну, как бы, одной ногой хотя бы. Да, да. Я такая, я скатываюсь, а как быть? А вам не сделали... Профилактику? Нет, нет, он такой, а вам должны были сделать, чтобы вы не скатывались. Ну, не сделали, но я попрошу. Ну, ладно, все. Я подхожу к обувнице, говорю, а мне надо, она такая, профилактику сделать, я такая, нет. Такая, ну, чтобы не скатываться, это профилактика, знаете, я не знала. Так вот, ты понимаешь, а вот у девочки-то, видите, наверняка у нее тоже что-то было там не сделано. Почему она так там, это... А ведь это могло... Ну, она рассказывает, что она, там шуба длинная. А чухолица есть, нет? Да, в духовке. Доставайте с прикладкой и в фольге. В фольге. На шубу она там где-то запинается, падает на эту матушку. Ну, там другой был момент, другой был момент, просто я прям... Я очень переживала, падение было такое, что она могла, ну, знаете, как одна вперед, нога, одна назад, прям вообще она могла растянуться. Она могла в паху порвать себя при таком падении. Там прям вот такое было падение. Кулис-то нет. Кулис нет, поэтому все это видно. Все было видно. Но вы еще близко, да? Мы еще близко сидели. То есть, это был уход, ну, от тебя, в эту кулису, в правую, от зрительного зала, в правую кулису. Я уже заемлю, потому что она заносила, что она и так бежит. Она же очень темпераментная, она такая вся, это... Опасно, все опасно. Конечно. Все опасно. Поэтому ваши там прыжки тоже, это счастье, что у тебя тоже обошлось вот так. А вам показал преподаватель, как прыгать? Там-то дело, что предыдущий придорок, нас всегда пошагало. Тут аккуратно, тут колени в себя, тут нагрузку на сустав не давали. А тут нет. Я показала, повторили. Я такой, можно медленней? А еще медленней. Таким, медленней, Ирина. Ну, понятно. Ну, вот как так? Ну, вот как? Ну, мы уже смирились, что мы в том году все пытались с деканатом поменять, нам верните предыдущего преподавателя. Такие нагрузку не можем распределить, у вас там много уволилось. Сейчас еще у них плюс два уволилось. Текучка большая, типа, не надо. И в институтах, и в колледжах. Я предвкушаю уже, что когда приду 1 сентября на работу, у нас многое что поменяется. Ну, как-то у нас всегда, как в сентябрь, так обязательно все это многое меняется. А еще, мне нравится, так интересно, да, вот в спектакле танцев-то нет. Горячая, да, вот так все. Там все сцены живые. Да. Там сколько живых сцен. Ну, вот только у пугачевцев в основном, да? А так, и все равно круто смотрится. Круто, да. Интересная точка. Как вы сказали, у нас клиповость, или как вы, ну, вот, что вот клиповость. Ну, например, картины меняются. Да, утро, там, через три дня, там, ну, прям классно. Мне очень нравится. Меня одно только смутило, вот я с Ирианей говорила, что сценография, то есть, понятно, что где бы ты ни сидел, в театре такого не может быть, чтобы с любого ракурса было тебе вообще все тут видно, понимаешь? Ты же слышишь, ты слышишь актеры говорят, все такое. Идеально посередине, выше нулевого ряда. Да. Вот так. Это идеально, это идеально, да. Это все единственное место. Поэтому здесь, как бы, ну, может быть, чуточку бы я бы, вот, чуточку бы, хотя бы еще маленечко бы. Но мне так кажется, что вот он будет играть, играться будет, вот, все это, можно как, чуть, сценография, как бы, трамбуется, максимально возможно, для того, чтобы было, чтобы обзор был. Хотя, в принципе, ну, может быть, в первых, я бы себе делал эти тости. Чуточку, докопаться не до чего, да? Ну. Нет, назад, когда мы эти тосы ставили, мы сами себя критикуем, а вот здесь вот это с нами не наделал, а вот здесь вот это. Ну, сейчас мы будем, давайте, мы это тоже скажут, он нас не слышит. Ну, я помню, я, когда меня пригласили на «Иисус Христос, суперзвезда», вставили, когда, ну, с комедии, ой, в БКЗ, рок-оперы, и на прием. Папа. На прием мы тоже пригласили. Папа, что ли? Ну, ответь. Папа. Это, видимо, какой-то. Ну, ты его не в попу заталкивай, а положи на стол. Попа, я хотела, ну. Ты поди туда его толкаешь, он у тебя на что-то нажимает, а, в карман суюшь. Спорим, это какой-нибудь критик? Я вас слушаю. Я, ну, просто. Слушаю. Я от меня. Здравствуйте. Что это такое, кабачок? Кабуса. Кабачок, да? Ну, все, все, сразу. Иду. Я сегодня сестра. Иди сюда, открывайте, датка, у меня. Сестра, иди, сколько, 10-19. Будет вот здесь. Она, значит, им отвечает, там, просто целиком. Мы проводим вопросы, там, зачем-то отвечаешь, думаю, ладно. Они такие, подскажите, а какой вы город? Она, так, на меня вскопус смотрит, вспоминает. Мы с ней смотрели видеоролик недавно. Там, город Идеальск. Она такая, я из Идеальска. Повторите, откуда? Идеальск. Там, угодно, трубку. Прямо их сделали. Мне тоже. Ну, уже не так часто звонят, после того, как я начала. Ну, знаменитка, мы там, исходим, там, интернет, там, какой-то там провайдер. Мы хотим предложить наш интернет, там, наши услуг, наши тарифы. Да, подскажите, вот, вы в каком городе, знаете, чтобы проверить, есть ли у вас, ну, возможность подключения в вашем доме? Козулька. Итак, Козулька. А в каком доме? Мира, один. Итак, улица Мира вижу, а дом еще раз какой? Один. К сожалению, в вашем доме нельзя не провести. Ты еще на это время тратишь. Да это буквально 30 секунд. Нет, ну вам просто поприкалываться. Да, конечно, ну я же понимаю, артистки все. Сама-то тоже. Нельзяк, раз, нельзяк. Дяденька, придите, когда будет папа, папа придет через 5 минут. Ну, типа я. Ребенок. Папа скоро придет. Это не стойте под дрелью. Классно, я так рада, что ты нас прям вытащила. Я вообще никуда не хожу. Совсем никуда не хожу. Я рада. Рада так была. Столько здесь, столько знакомых встретить. Была Анечка была преподаватель. Как раз учился у них. Ой, в Кравчинках. Ну, у нас Аня Кравченко и теперь же зав. отделением вокального академического отделения, теперь Женя Кравченко, Евгений. Да не мне Женя, а Аня, ей хочется. Ну, они молодая, поросли все это. Он теперь зав. отделением, Евгений Кравченко. Евгений Викторович. Она его жена, она преподает. Он учился, солист ваш. Да, да. Он учился у них, и она и мама из Черногорска приехала. У нас спектакль, Анечкина. Я ему там, смотри-ка, вставай. Да, Саянку вставай. Указ. Представляете? Мы, значит, взяли билет. Маме Никиты. Мама-то, Никита любит тебя? Конечно. Как я не любит тебя? Извелательно. Конечно, как меня не любит. А что ей больше всего нравится в тебе? Спрашиваю. А ты спроси. Хорошо. А ты спроси, ты же мне такая училка вредная. Она такая вредная вообще. Она такая вредная. Это что? Ну? И что, взяли билет? На 28-ое взяли, да? Она приходит, а там же, ну, даже если распечатываешь, все равно там пирогот пикает. А в ней не проходит. Пикает, пикает. Угу. Почему-то не проходит. Они смотрят. Там же 29-ое. Она ошиблится. Представляете? Да ты что? Ее не пустили отбросить. Нет, ну, пришлось ей купить. За это ей вернули денег. Ну, пришлось купить. Короче, она сходила. Ну, как-то мы торопились взять, чтобы успеть. И ошиблись. У него 34 зума, наверное, да? У твоего Никиты. Наверное. Все 50. Он не боится у него вообще. Он, наверное, сильно за ними ухаживает. За зубами. Как-то особенно. Обычно. Нет? Чистее. Утром-нечером. Просто я-то сейчас четвертый. Завтра четверг? Да. Завтра приду. Ставим. Те же без зуба это равно. Ой. Поперезубная. Та-дам. Ну, хороший парень. Хороший. Дай твоего еще посмотреть. Дима, подходи. А что, могла бы его и привезти? Ну, в 7.30 будет ждать, он пошпригуляться. Мы не виделись. В 7.30, так мы в 19 лет сюда позовем на чизкейк. Ну, да. Лена с другим. А придется менять. Свою работу его выловить, как дочку. А где он работает? Ну, 2 дня назад он понял, что он больше там не работал. А где работал? Он вообще на ремонтах отделочник. Но до этого он 7 лет был диджеем. Вот это все. Я понимаю, Люда. Да. Вот. И весело. Нет, с отделочником как-то повеселее. Да. Ну, сейчас он будет отделочником в другом месте. Он просто с напарником поссорился. А лишь бы человек хороший был. Пускай, там будут говорить, кто? Человек хороший. Главное, работа не будет. И меня слушается. А мне больше не нравится. Я слушаю. Я, значит, ты им тут рассказываешь, что жена, слушай мужа. А муж, подчиняйся Христу, чтобы порядок был в доме, а она видал что. А я эгоист. Ну, ты тоже командуешь, поди. Нет? Ты слушаешь? Я верчу. Шея, там голова, вот, и шея. То есть ты вертишь? Конечно. И делаешь вид, что это все он сделает? Конечно. А это ты крутанул-то? Это раз. Это у меня на выступлении. Ауру. Какой ты подтекст именно слушал? Я тоже у него два года слышала подтекст. Я его знаю заочно. Ну, она, ну, она того не знает. Такой мучилась. Она видела на общих кадрах его у знакомого. То есть, наверное, да, два года вот в августе. Постоянно попадался, как диджей, ну, вот это вот все. Куда вживуюсь. Да, а потом как-то вот мы соприкоснулись, нашли друг. Тачки соприкоснулись, и вот начали общаться. А он готов тебя ждать в пятилетку? В принципе, готов меня ждать. Потому что это я. У пятилетку. Ну, я так. Я образом. А не просто так пятилетка. У него нет прав на машину. А сейчас с этим очень сложно. Да, сейчас с этим очень сложно. Ему надо ждать пять лет, пока тридцать не исполнится. А, ну, так как я же говорю, я видишь. О, пророчествуешься. Так что вот, моя дорогая. Пусть ждет. Так не просто так. Пусть ждет пять лет. Пусть ждет. Я так полагаю, Игорек там наклонялся. Он там картошку просто выдергивал. Ну, баклажаны же не ест. А картошку ест. Да. Так и что он будет сейчас отделочником? В другой фирме, что ли, или что? Ну, вот сейчас будет искать в другую фирму. Сейчас он пока в выходные как диджей проработает. И будет дальше. Пусть кого он меня отделает, а? Кусок в ванной в полу. Надо уточнить. Так ты уточни, я его заплачу, как положено. Пусть посмотрит, придет, а я его. Здравствуйте. Все зрители. А я его прощупаю тут. Да я не буду не лезть, даже не буду. А он знает. А, так он же придет сюда, он же знает, что это будет. Нет, он у меня по другой стороне. А, так это хорошо. Он не знает. Так давай я заказ-то сделаю, а? Нет, ну заводчик это, он все знает. Нет, представь себе. Представь себе. Но он же не знает, где я живу. Нет. Ну, даже могу представиться Клавдии Ивановны. А, мы круглешок. Шульжинка. Я тогда этот круглешок отправляла, мы в театр были. То есть он уже видел. По телефону-то не увидит заказ-то. Как-то не оформляет. Понимаете, вот человек, я понимаю людей. Сейчас объясню, куда я введу. Я понимаю людей, я понимаю швею, я понимаю ремонтника, я понимаю отделочника. Я всех их понимаю. Когда им привезли новый материал, вот все. Кафель, там линолеум, там все, что нужно. Все ободрано, все подготовлено, и еще и хозяева выехали. Я понимаю их. Им хорошо же так работать. Колького нет. Стены, материалы, все. Тебе, значит, нарисовали, чего надо. И ты работаешь все. И куришь, и окурки кидаешь об пол, значит, там, значит, все. Никого нет. Ну, как бы, вот, делаешь ремонт, поверь. А вот когда хозяин здесь, и хозяин здесь, и мне надо маленький. Ну, вы же заходите, вот у меня в ванну, у меня вот эта плитка-то. Да. Она же уже сколько, мы здесь живем. Игорь, 40 будет. А мы сюда переехали. Владику было два буряка, или сколько? Ну, в общем, короче, 40 лет уже мы здесь живем. С этим кафелем мы здесь живем 40 лет. Вот через порог все, он уже. То есть он весь перетрескался. И мне просто нужно вот эту вот, вот эту часть, мне нужно ее убрать. Ну, сейчас, конечно, скажут они, что, ну что, женщина, сейчас такой плитки же не бывает. 15 на 15. Ну, сейчас, наверное, нет такой. А я скажу, а у меня есть. А у меня есть, я открою отрисовки свои, вытащу, вытащу, скажу, у меня все есть, все есть у меня. Так что, вот и не хотят заплатки ставить. И еще, если хозяин дома, дайте мне простору, дайте мне, не мешайте, я их понимаю. Да, не дышите ничего, вы не говорите, да и нет, не говорите, вы едете на бал. Вот, поэтому у меня что, у меня в ванной же тоже так же было, я же нашла тогда двух мальчишек. Мне никто не брался. Мне никто не брался, когда мы куполосили стену, когда у меня, стена, которая в коридоре, где сейчас так они заштукатурены, заштукатурили, побелили, а он опять влез. И я говорю, так все, обдираем и больше не штукатурим. Просто ее зацементировали, Игорь, маркером кирпичи нарисовал, маркером, это он маркером рисовал. И все, и так и оставили. Ну, прокупоросили, паяльные лампы, все сделали, все. А кто будет вот в эту заплатку, кто это будет вклеивать-то? У меня вот, у него два мальчишки из Узбекистана, они или откуда. А как сейчас их вижу, они сидят попли на ванне, вдвоем, сидят вот так, вдвоем. И вот тут вот эту стенку, значит, нам все это делали, все. Я их кормила, поила, все это, и заплатила им, все. Они взяли, с до сих пор стояли, так как прошло, я знаю, 15-20 лет прошло. Вот так вот, а никто не брался, великие мастера, все. Так мне вот интересно, твой-то возьмет мне заплатку, делай. Мне вот интересно, кем он здесь будет работать. Нет, ну раз он мастер, раз он мастер, сможет ли он мне вот это вот сделать-то, а? Да я и сама могу все это сделать, мне как по пиздец ходить, все это. Ну вот время-то. Да, ну как бы, у меня в приоритетах иное. Я когда, значит, Влад все время, мама, я говорю, мне нормально. Я говорю, тебе-то мешает? Я говорю, так побери, побери, почисти, помой, выброси. Я говорю, все. Я говорю, ну что касается по поводу выбросить, вот видите, у меня штатив какой-то новый. Угу. Угу. Как меня, Господин, я бы сказал, вообще, я потеряла свой штатив. Я брала его снимать в спектакле, но вы же помните, что Игорь в свое время, лет 10 назад, выбросил площадку, которая прикручивается к камеру. Да, да, да. Я не понимаю, зачем она выбросила. Где было, вообще, чем он руководствовался, надо не спросить, зачем он выбросил. Но он ее выбросил. И я все время на резиночку наматывала, и она все туда-туда, в общем, сложности. В конце концов, я не могу вообще вспомнить даже, как я могла его, где я могла его. То есть, его нет дома. Его нет в колледже. Я потом приходила, когда был пиццовет, и зашла опять в кабинет, и думаю, может быть, это все-таки. В общем, нет. Угу. Он смотрит одно место, а другое место две с половиной тысячи. Как вы? Две с половиной тысячи, что ли? Ух, я говорю, что-то прямо. Не дешево. Угу. Одно на... Очень далеко на трассе, там где-то, Енисейский, там далеко-далеко, другое где-то тоже очень-очень далеко, и трубки не берут. Угу. Не тот, не другой. Он говорит, мама, не могу дозвониться. Я говорю, ну что делать? Я говорю, давай курьеру заплатим. Я говорю, он сразу туда приедет, заберет его и привезет сюда. Ну, как бы, с доставкой. Курьер, это... Мы не можем дозвониться? Курьеру. Вообще никому этому, хозяину. А? Хозяину не можем дозвониться, потому что адреса-то нет, там же только связь. Не тот, не другой, по две с половиной тысячи, и тот, и другой. Час, два, три проходит. А мне завтра... Нужен. Он нужен, то есть у меня запланировано все. Я могу, конечно, тут баррикаду какую-нибудь придумать. Я говорю, Гарек, я говорю, посмотрите, что это... Смотри еще. Он говорит, мама, ну не отвечают, я звоню им. Я говорю, нет. Я говорю, да тебе уже не надо. Я говорю, ну вы посмотри. И он смотрит, тысячу рублей. Тысячу. Мало того, мы тут же дозваниваемся, покупаем за тысячу, и человек, который едет к Игорю навстречу, едет мимо этого дома, где находится этот штатив, он говорит, заезжай, заезжай. Кто не проехал, он говорит, нет, говорит, сейчас как раз подъезжаю к этому дому. Он заезжает, он, значит, забирает его, мы переводим деньги, и он приезжает сюда. То есть мы даже не платили за дорогу. То есть он нам обошелся в тысячу рублей. Ну так же, как мебель я тогда купила. Что ж. Вообще, как любит меня Господь. Я потому что овца. Я потому что овца. Я. Да, я овечка. Причем в крапину. Я овечка в крапинку. Ну что, подарили торта. Будем торт есть? Ну давайте. Здесь вот, конечно, есть тортик. Давайте мы сейчас. Тортик. Я давайте сюда убираю, вот сюда его сейчас поставим, будем его открывать. Я не знаю, по-куда у меня откроется, я ничего не знаю. Будете помогать мне сейчас. Конечно. Сейчас, если мы хотим тортик. Мы хорошим, девочки. Это должно быть так вкусно. Я думаю, будет. Конечно. Я думаю, будет вкусно. Да, да я верю, что будет вкусно. Ну давайте. Так. Все, встаем. Эти тарелочки оставляем, а верхние убираем. И убираем. Так. Костя пошел там есть курочку. Игорь ест картошку. Угу. Так, надо полоски убираем. Место там освобождаем. Да. Вот это полотенце было в черную полосочку. Да? Зачем я его положила в отбеливатель вместе с другими? Ну он стал... Да неплохой, конечно, но был в черную полосочку. Интересно. Да вот так вот. Да ставь сюда, Вероника. Ставь, я тебя освободила. А, мы сейчас будем здесь тоже. А, что-то я освободила. Да. Да. Сейчас покажу на камеру. Сначала, сейчас мы его будем открывать. Сейчас мы его будем открывать. Вот так вот. Не знаю, что из этого получится. Ну, короче, мы должны его... Мы должны его как-то открыть. Так. Тарелку доставай, белую лонту. Большую. Малинечка. Секунду. Ой, а тут стекло еще. Ну, с Богом. Ну, мне было некогда, девчонки, раньше. Иди, не ставь, не... У нас получилось. У нас получилось. Ой, девчонки. Он в цвет еще. Да, он, если, конечно, он должен был дольше стоять. Ну, он же был... Я же расплавляла шоколад-то. Он же был горячий. Ну, я думаю, что... Я думаю, это очень вкусно. Это очень вкусно. Это очень вкусно, поэтому падаем сейчас. Возьмем большую ложку, если... Если не это... В нем, видишь, у него уже нет желатина. У него уже только шоколад. Может быть, он не разрежется, а? Как ты думаешь? Вот так ложкой. Я не знаю. Сейчас посмотрим. Ой, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Ну-ка. Сейчас, секундочку. Конечно, он еще не так застыл, как надо. Я говорю, может, ложечку просто? Подожди. Все получится. Давай. Даем. Как это такой огромный указок. Ну, чувствуете, как? Получилось-то получилось. Получилось? Включилники. Это шикарно просто. Ой, я поломала. Сейчас я его себе заберу. Который поломала? Или ничего, сырья? Нормально. Я бежал. Ой, как вкусно. Хоть и накладывайте себе, и вы пробуете есть. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну что, пока в холодильник убрать? Давайте. Давай? Давайте. Давайте. В левый. Там место есть. Ммм. Девочки, как это вкусно. Девочки, ну как это вкусно. Ну, мы же не каждый день такое едим. Конечно, он калорийный. Он очень калорийный. Вошел, сырьян? Проверим. Все, нормально? Хорошо, девочки. Ну как? Ложечки есть? Да. Так. Моя чашечка. Моя чашечка. Ну, ну пробуем. Пробуем. Ну-ка, цветочек. Ммм. Светочек. Ммм. Ммм. А, Виктор, ну вам сетечком наливать или без? Ммм, без. Ммм. 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 Вы чувствуете, как это вкусно? А, ну, Алина или? И не аутин. Ну, это уже вкусно. А, не ажу. Ммм. Все, Савянушка. Ммм. Ммм. И его даже нежное фото отламывать. Ммм. Он улетел. Совых ощущений. Ну, смотрите, сейчас сколько времени? 6.13. Я его сделала в 3. Он всего 3 часа постоял в холодильнике. Наверное, это мало для него. Я не думаю, сколько он постоял. Но у меня долго стоял. Просто я, ну, часть оставлю какую-то, чтобы мне нужно посмотреть будет, как он застынет. Может быть, мне надо было бы... Я же ведь не знаю рецептуру. Я же нигде не читала. Я взяла, как бы, 5. 500 грамм сливочного этого творога. И 5 плиток шоколада. Ммм. И 250 грамм сливок. Может быть, надо больше шоколада брать? А я доем крем Рафаэлла. Да. С балом. Да, да, да. Я вообще без шоколада делала. Ну, основа ты тоже здесь у меня. Ну, сливки, сыр творожный, печеньки, сливочное масло. Ну, там, сахар, не сахар, это понятно. Я не добавляла сахара. Давай, это ваниль. Вообще, не грамм. Ну, шоколад. Шоколад. Шоколад, это сладкий? Да. Куда еще больше? Нет. Лишний был, угол. Ужать. Основа-то тоже она сладкая сама. Вся. Поэтому зачем? И основа вот она маленькая, вот видите, попала. Карамелька. Ага. Карамелька. Игорь говорит, мам, давай. Я говорю, ты что? Я говорю, это же вкусно. Карамелька. Ммм, детенки. Я хочу посчитать. Он, конечно, не дешевый, я имею в виду. Хочется посчитать, сколько он по себестоимости будет. Если говорить, допустим, о тортах сладкой жизни, которая стоит тысячу рублей. Тысячу. Ну, если вес большой, может, ты больше. Да. Ну, средний сейчас. У нас сумасшедшая цена. А мы делали его. Но если бы был еще миксер, ну, как это, рабочий, а не в помойке, было бы еще быстрее. Было бы еще быстрее. А си, си, си. Си, си, си. Си, си, си. Си, си, си. Господи. А вы куда делали ее си? Си, 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 си? Си, 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 си. Си, 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 си. Ммм, сейчас, да? Верните, пожалуйста, на родину. Все забрали. Ты хотела конфеты коробкой тебе принести? Я уже съела. Может, еще хочешь? Не, спасибо. А потом это в этой кружечке. Да, кружечка специально под ситечка. Надо туда кипяточка долить. Да. Ну, спей с ней сейчас. ГИБДД 65 лет. Представляете, сколько кружки? Так. Нет. Сейчас уже и ГИБДД-то нет. Раритет. Да. 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 Встань. А теперь можно будет, представляете, девчата, а теперь можно будет варьировать. Варьировать и добавлять. Конечно, если туда добавлять фрукты, они же дадут жидкость там, все это, то может быть, то, что я делала, да, торт в суфле, я всегда добавляла желатин. Да, думаю, хватит, да. Я всегда добавляла желатин. Да. Вот там. А здесь? Что сюда? Такую можно добавить, чтобы консистенция все-таки не поплыла. Ну вот он стоит, он уже не плывет. Ну да, да. Он уже не плывет? Пусть твой. Просто его реально еще застыть надо. Ну конечно, он три часа простоял. Спасибо. Попробую, да, 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 да. У меня тоже питочка. Чайник сам по себе тяжелый, да? С керамика классный. Чайник-то, Верочка, спасибо. Вот. Ну, что еще можно сюда? Ну, получается, что сюда ничего. Слышно, фрукты, может быть. Но они не повлияют. Сухофрукты не повлияют. Соколад, да. Ну, хотя, по идее, он самодостаточен, если он как чизкей. У меня даже шоколад, видите, как. Его не было другого. Он был с начинкой. Шоколад был с миндалем. С миндалем. Поэтому я-то хотела просто белый шоколад. А он был с миндалем. Какой был уже, такой был. Вкусно. Точно вкусно. Да, правда, как бы, Рафаэлла напоминает. Там же тоже миндаль. И, наверное, тоже что-то стрибочное. Ну, это шоколад дает такой вкус. Да, да, да. Я думаю, что здесь все-таки основа самого яркого вкуса будет зависеть именно от шоколада. Наверное. Хотя основа тоже, вот вы ее чувствуете, вот эту нижнюю часть? Да. Она вкусная? Да. Они были просто палочки, вот эти. Палочки были. Как они? Хрустящие палочки. Хрустящие палочки. Написано было со сгущенным вкусом. Я не печенье брала. Я их забросила в комбайн, они через секунду все в порошок просто. Бах и все. Хрустящие палочки. Как будто бы здесь есть кокос, да? Да, как будто Баун с Рафаэлой вместе. Да. Кокос? Ну, тогда еще что-то, либо кокосовое масло может шоколадить. А что там еще, кроме миндаля? Там же еще какой-то в шоколаде. Да. Просто еще вот эту основу. Она как раз на кокос похожа. О, а, ну все нормально. По консистенции. И как будто бы, да, Рафаэлла с Балти. Ну, значит, смотрите, значит, классный шоколад. Да, мне нравится. Вкусный. Значит, его нужно будет взять, в морозильник бросить. И пусть лежит. Потому что я, допустим, не видела вот именно вот в таком исполнении. Я не видела. Какие вы, а, какие вы молодцы-то. Как вы чувствуете, да? Можешь вообще снять штаны? Да. Ты сегодня... Можно ли? Не уедешь без платья. Какое? Свадебно? Я забыла уже, какое... Ну, Анжела мне, которая дарила. Ты сейчас померишь, конечно, ты, может быть, в нем утонешь. Ну, вы же сейчас все носите такое. Оверсайз? Да, да. А если тебе понравилось, он совершенно совсем... Ну, это да. Выпадет из него. Ну, если мы опять не забудем... Я сейчас его принесу сразу. Ну, мы можем. Опять. С темы на темы. Перескальчиваем. Это же мы. Да. Но не виделись. Надо это каждый месяц. Отчет. Да, да. Хотя бы. Там еще расхватывал. Да. Настолько собычных. А мы увидимся раз в год. Ну. Считай. Свет-то какой. А ткань-то какая. Вот куда положить, чтобы не забыть? На подоконник. Мы померим с тобой. На подоконник. Потому что я ребенка. Если у тебя не загорятся глаза... Хорошо. ...то я его отдам тому, у кого они загорятся. Диана. Диана. Ну, Дианка на рустикам. Подрежет. Подрежет, Диана. Нет. Ну, сначала я посмотрю. Да. Казала. Она там 31-го приезжает. А я уже здесь. А я здесь не знам. Девочки, артисты. Вы в курсе, что я буду полнометражный фильм снимать? Нет. Ну-ка. Ну, прошло, да. Ну, наверное, в сценарий пишу. Здорово. Есть идеи, подкидывайте. Я решила со студентами не тяп, не спектакль ставить, а кино снять. Это было. Круто. Будем работать весь год. Потом. Смонтируем. И в большом зале покажем на экране. А в какую сторону идею? Ну, они хотели... Я у них спросила у студентов. Я говорю, ребят, какие у вас пожелания будут? Они хотят именно, ну, что-то современное, связанное вот с молодежью, с отношениями. Ну, как бы банально все. Все очень банально. Но с уклоном на детективную историю. Я предложила принять участие Богдане, потому что она поедет в Москву поступать на кинорежиссуру. Ого! Да. Тогда, конечно. Я говорю, ты можешь это сделать как работу. Она в следующем будет? Да. Я говорю, ты можешь... Она... Ой, хочу! Я говорю, ну, вперед. Я говорю, я даже могу предложить тебе полностью написать сценарий. Прямо написать тебе сценарий, чтобы это была твоя работа. А режиссурой будем вместе работать, будем заниматься. А что если... Ну, вот есть же у нас Таврида, да? Как несколько... Да, да, собирается. Ну, не обязательно Таврида это называть. Просто что-то в голову пришло. Ну, уже музыкальное, да? И про детектив. Что там что-то произошло. Ну, на типа таком же, как Таврида. Отсюда поподробнее. Я не понимаю, что такое Таврида. Арт... Безусловно. Ну, туда приезжают артисты. Куда туда? В Крым. В Крым, да? Я так понимаю, что это название Таврида. Таврида, да. Как помогать? Собираются вот в одном... Как Бируса, только Таврида и помасштабнее. Вот. А Казантип это что? Другую сторону. Это то же самое, наверное, что теперь Таврида. Нет, мы точно по нему не знаем. Мы очень по Таврида. В общем, и там поют, играют. Да, там, да, как классы проходят по каждому направлению. Да. Ну, давайте я прочитаю, как правильно это объяснить. Я это вижу как летний лагерь, но не для детей там. Ну, в лагерь до скольки? До 16-ти, да? Сейчас до 18-ти. До 18-ти. Оздоровительные до 18-ти. Сейчас. Чтобы правильно сказать. Да, да, да. В спортшколу приезжали ко мне, там были 18-летние. Я тут придел. Автомобильный. Нет, фестиваль. Фестиваль. Первый фестиваль творческих сообществ. Это место сосредоточения открытых возможностей для самовыражения. Ну, то есть, практически. Ну, это на берегу. В Крыму, да? В Крыму все-таки. Самовыражение, творчество и развитие молодых деятелей культуры и искусств. Мероприятие станет самой большой площадкой кастинга. Ну, то есть, там вот, например, с голоса, например, там, ну, как... Очередная афера. Ну, простите. Ну, просто я про кастинги и вспомнила, что... Ты мне скажи, сколько нужно денег заплатить? Да не знаю. Я что там была. Вот. У нас так красиво все нарисуют. Да, естественно. Ну, что, съедобно? Очень. Это очень вкусно, сынок. Тебе спасибо прям. Да, вот это... Ты попробуй, Косте, дай. Да, мне кажется, это дико сладко, нет? Ну, сладко, но не вкусно. Я же не добавляла в сыр. Костя! Я в творожный сыр ни грамма не добавляла сладко. Ну, куда? Если бы 5 плиток шоколада есть. По идее, оно должно было сняться. Ну да. Я Игоря попросила, чтобы он купил толстые файлы. Файлов не было. Он купил, он купил папки. Кто? Пошли себе отрезать. Тортик? Ну, тортик любишь, Костя? Смотри. А чем отрезать будут? Потом в холодильник поставьте. А ты чем отрезала? Ножом? Ну да, ножиком. Всегда ножиком. В общем, вот, я подумала про, что соединитесь, например, как-нибудь по-другому обозвать, вот этот арт-фестиваль этот, где собираются, да, и там что-то произошло, на этом фестивале. И любовь там может произойти. В Любинику, да. А? В Любинику, да. Вот, и что-то... Без любовного треугольника тоже никак. Работает детектив. Не знаю. Танцы, ну о чем будем строить? Конечно. А? Режиссеры, актеры. Срослые говорят. Есть песни не о любви. Не о родине. О любви к природе. Без любви-то никак. Да. Конечно. Я вообще, как бы хотела... Они же... Они же... Поющие, танцующие. Наоборот, у тех. А? Работает. А все, и... Ага. Чувствую. Показать в другие стороны. У меня почему-то в голову пришла какая-то ферма. Если вообще в другую сторону... Вы учитываете возможности, где мы будем снимать это все. Ферма. Одна идея за другой. Ну... Одна, за другой прицепиться, да и все. Я вам сейчас сказала, вы подсъемки сделайте у себя. Пока лето. Потому что нужны будут летние кадры. Но нужно все равно событийный ряд какой-то. Угу. Он нужно... Подсказать. Может быть, это потом пустить через какие-то воспоминания. Угу. Ну, чтобы у нас летят кадры. Я бы этот повар на цех приготовил план. Это Таша готовила. Они, конечно, загорелись, чтобы никто... Не было такого. То есть у нас ни один год не повторяется. У нас это одно, то другое. Все время разное. Спасибо, а потом Даша не за них стоит. Ну, ты тоже. Молодец. Ты тоже не забыла. Но, причем, он знает, что сказал я вчера? Я ему сделала замечание, он говорит, а почему папа так говорит? Ну, он прав. Почему так папа говорит, а? Папе нужно следить. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Вкусно. Очень, да. А самое интересное, что, Игорь? Да. Это же... Варлог. Который... Костя не ест. Как дашь? Ну, что-то, что? Супы ты не ешь, Таша говорит. Она готовит вкусные супы, а ты вот не ешь. У меня есть сейчас. Ищи, и бочь. Могу дать. Все замороженными. Парсионные. Парсионные. Хотите? С августа месяца. С августа месяца. А ты что-то начинаешь? Почему с августа? А, с июля, да? Ну, точно, где-то ближе к лету. Неправда, Парс. Да я шучу, я знаю. Мы уже тут весь съели. Даже декабрьские. Ммм, плов у меня есть. Вкусный. Будешь еще? Что-то я принял за балл. Кто? Наелся? Мне нельзя, чтобы не было готовой пищи. Бабушка, как и нос? А вы тебе иди по-моему. Она может ночью кричать. Я говорю, что я кушать хочу. Я же не буду готовить. Пока не кушать. Ночью. Ну, так бывает редко, но все равно бывает. Она же непредсказуемая. Она сейчас лучше стала себя вести. Ну, в том плане, что я говорю, мам, не кричи ночью. Я говорю, дай поспать. Она хорошо-хорошо. Ну, как бы, поговорили ей. Ну, чаще она тихо как-то. А так я достала, разогрела. Кормила. Игорюшка, я сказала, рассказала девчонкам, как мы штатив купили здорово. Кого купили? Штатив. Штатив? Да, только я хотела у тебя спросить. Сынок, а почему я почти 10 лет училась? Зачем ты 10 лет назад площадку выкинул? А как это произошло? Час? Зачем? Володька сбрил усы. Ты зачем площадку выкинул от камеры тогда? Я ничего не выкинул. А куда выкинул? Папа, а вы что вытирать? Вот, вот я. Подожди. Я все эти годы жила с мыслью. Я что, дятел что ли выкинул? Нет. Я и хотела спросить у тебя. Зачем? Зачем ты? Дятел ли ты или нет? Да. Нет. Нет, это не шутка. Я девчонкам рассказываю, Игорь выкинул. Надо спросить у него, зачем? Я не выкинул. А куда она делась? Ну, куда ты ее потеряла, я откуда знаю. Я потеряла? Ну, кто там из вас? Ты Таше спасибо сказал? Спасибо. Тебе понравилось? Вкусно? В следующий раз будем делать вместе. Вместе будем делать, чтобы ты тоже умел делать. Все, до свидания. Пока. Вот честь, здрасте. Ну, давайте свежего заварим. Ну, давайте свежего заварим. Я тут хочу идти. Так. Все, горячее? Все, горячее? Так. А если... А ну, конечно, это, ну, кухонное. Нормальное полотенце. Ой, хорошо. Как, а? Да там уже пить нечего. Да есть. Ну, давайте свежего заварим. Ну, сейчас мне вылез. Валевай. Там просто забилось. Только кипятка не добавляем. Да, да, да. Слушай, я всегда жила и была уверена, что он выкинул. Ну, то есть бывает же такое, что собрал там, допустим, ну, нечаянно как-то все это, потому что он брал штатив, он снимал там свои мероприятия там все это. И вдруг, значит, нет площадки. Я говорю, куда? Вот, мам, наверное, ее выкинул. Ну, как-то куда, куда все. Ну, я что мне... Может, не шутку? Нет, ну, что приснилось это, что ли? Я нормально, я жила. Да, поэтому он так рад, что... Он просто так забыл. Что такой классный штатив вообще. Нет, мне надо было тот потерять. Да. Мне надо было тот потерять. А так и не нашли, да? Нет. Он как в воду канул просто. Вот его нет, нигде нет. Ну, не могла же, извините, эту макину по дороге. Что это? Уронись куда-то там. Хотя она, наверное, могла. А знаете, могла. Потому что мы ехали в такси, мне помогала Лена Сенченко грузить все мои сумки с реквизитом. И мы складывали их в багажник. И он мог выпасть. Нет, он мог там выпасть. Он мог выпасть там. Как там, наверное... Ну, я не знаю, но его нет нигде. Ни дома, ни в колледже. Ну, вот, зато он нас ждал год на тысячу рублей. Отдельно же площадку не купить. Надо же покупать. Целиком. Так что я очень рада такому. Это мне был подарок к концу учебного года. Поступила одна девочка на первом курсе. Первокурсница. Я нашла ее в интернете, где она поет в 14 лет. Сейчас ей по социальным сетям, если посмотреть, ей 21 год. Из 20 максимальных баллов она набрала 15. В принципе, хороший результат. Не отличный, но хороший результат. Будет ли она у меня учиться? Не знаю. А если ее отдадут другому преподавателю, я не буду даже возражать. Хотя по закону, конечно, они должны меня нагрузить, как штатный работник. В первую очередь, они должны мне предоставить возможность. Потом я на отделении, в детстве на преподавателе. Но так как в прошлом году Наташу сначала отдали в академическое пение, мне было абсолютно не за то, что у меня нагрузки там мало. Я рада. Вообще, у меня есть чем заниматься. И я нормально справляюсь, слава богу. Я не была не понятна. Не зная Наташу, я же не знала. То есть одно дело, когда, допустим, как Сарьяна, она приходила, а у нее было целенаправленно, она шла конкретно ко мне в класс. Это уже платно, да? Вот первое, конечно, что я получила. То тут Наташа меня не знала. Поэтому ее отдали сначала преподавателю по академическому пению. И я задала вопрос не потому, что вот, а почему вы мне? И у меня такого нет вообще. У меня просто был логичный вопрос. Я говорю, а зачем? Я говорю, вы за в отделение спрашивали Екатерину Михайловну. Я говорю, а зачем вы ее отдали преподавателю академического пения? Я говорю, я просто логики не понимаю. Я говорю, вы преподаватель на академическом пении? Я говорю, я вас пойму, Екатерина Михайловна, если это Екатерина Михайловна. Я говорю, я вас пойму, если она ваша подруга. И вы хотите ей дополнить. Я вас пойму. Я говорю, ну если, я говорю, там какая-то другая причина, тогда мне непонятно. Я говорю, где логика? Я говорю, просто непонятно. Ну и Наташа, она от него не дошла. Я не настаивала, абсолютно. А сейчас я даже спрашиваю ничего. Я вообще ничего не буду говорить. Пускай они делают, что хотят. Отдадут, значит отдадут. Не отдадут, не отдадут. Уже расписание прислали. Уже расписание прислали. Два урока сцены речи на первом курсе. Остановка концерта, например, у меня специально. Если она не будет у меня, то она будет ко мне ходить на сцены речи. Юлька, давай, песню. Интересную, хорошую. Ой-ой-ой, песню, ой-ой-ой, я уже пою. Ой-ой-ой, я уже пою. Сильно понравилось. Я ее услышала, сидела в жюри. Слепая девушка пела. Я не слышала раньше этой песни. Я записала фрагментик на планшет. Потом нашла. Совершенно неизвестная, наверное, певица там ее исполняет. Где ее. То есть я просто все время убеждаюсь в том, что... Ну, это репертуар, это самое сложное вообще для нас, чтобы найти хорошую песню, чтобы она... И поработать было над чем, и чтобы она тематически была, и чтобы она была концертного варианта, чтобы ее можно было использовать все. Содержание. Вот. Вот. И вот. Юльке сильно понравилось. И вот так. Чей. Ну, и чей тоже понравилось. Позже. Сейчас спросите, не скажу. Не, 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 вы не вернули это. Второе дыхание не вернули. Да. Ну, это я... Чего вы говорили? Чего вы говорили? Чего ты говоришь? Нет, я с утра... Я с утра вообще это было... Я говорю, что я очень хорошо себя чувствую. Я хорошо себя чувствую. Не дождетесь. Ах, 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 ах. Какие еще новости? У Верочки. А, мы хотели, я говорю, Вера, девчонки придут на тебя. Надо Вере. Я пока вспомнила, надо сейчас Вере. Привет, просто переработана, Вера. Настойка. Милота. С ложки из собак? Может, это игрушка? Нет? Нет, нет. Жава. Жава. А, спит. Вот и плечи. Да, Пудик. Пудоложки. Нет, наверное. Нет? Нет. Катя, другая форума. Я у меня звук-то вообще просто так подстрижила. Ну, как выглядели. Это так. Вера. Наташа, привет вам там. И одной, еще, или уже вам всем. Тогда, привет, счастливо вам там посидеть, вокруг чизкейка и рыбы. Ты там сфотографируешь, если сделаешь чизкейк. Давай. Верочка, привет, мы тебя все шьем. Привет! Привет! Славянный привет. И мы прямо сейчас, в данный момент, чизкейк кушаем. Получим. Получим, да. Очень вкусно. Вера, ну, очень вкусно. Все получилось. Просто он три часа постоял все в холодильнике. Ему, конечно, побольше постоять. Но все хорошо. Все очень-очень вкусно. Вера, мы тебя шлем. Виртуальный кусочек. На. Да. Да, Верочка, на. Целуем тебя, а потом послушаю твои сообщения. Давай, пока-пока. Веря, приятно всегда. А, я же в отец. Да, да, да. Совершенно. Ой, память девичья. Сейчас. Я Юле же отправляла, сейчас я найду. А я очень часто думаю, я часто, что отдыхает, да, голова, тело, лицо, косметики. Я прямо, это, душ, прямо вот так вот. На шею, на лицо, на все, плечи, все это. Потому что. Ну, жарко, очень жарко. Душно? Душно, жарко. И мы каждый вечер ходим гулять с семьей теперь. Я, значит, там у нас городок детский, я подтягиваюсь, знаете, самое, на кольцах. Мне, конечно, силы подтягиваться я могу только от земли, не могу. Мне тяжело. Ну и в кольцах тоже я висеть. Просто чисто на растяжке. На растяжке. Потому что плечи, вот это, вот, знаете, песня. Сергеева, Ольга, подержи, розы, звезды. Байру. Не поймем, для чего, эти звезды. Пока. Поехал? Обними. Обними, поцелуй. А куда тут? А? Ну, маму, не знаю. А, уже забирают? Ну, уже на инфибазии. А, ну, давайте. Что, лошадь, швейдин, до сконки. Так. Мне эти слова здесь не смей вообще говорить. Все. Порышая, черная и белая. Вот что, вот ты, вот, а? Ну, как и в случае, до свидания. До свидания. Классно. Ну, она, ну, диапазон такой нормальный. Нет, там и припев, видишь, он, так, двухчасный. И сразу, видите, там, с это. И текст, текст. Да, да, да. Текст. Рэ, да, что это? Ли, бино. Ми? Бино. Я так разнуюсь, я подумала. Ну, я так думаю. Может, тут печать, Сарьяна, там, виртуально. Ну, не Рэ, это Рэшик. Да, еще. Или Ми? Я в том, что Ми. Ну, вот, видишь, как. А, минус есть или нету? Есть, есть. Ну, вот и сюда. Это мы все пришли на дверю. Афганирует все. Ну, да, вот и. Понимаешь, если нет, просто Юля сейчас уже лучше привела. Вы лучше ей понравилось. Ой. Все, оно же все ложится сразу же. Да. И одинаково еще. Да, все это одинаково. Это все потом сложно выбивать. Поэтому нужно как-то... Можете знать. Нет, классно. Песня хорошая. Помните. Она концертная. Да. Она концертная. Ну, да, начало прямо надолго надо обливать. Это все обрежем. Квадрат этот перед началом вообще тоже он нужен за пендицид. Зачем он нужен? Вот это вот, что это такое? Зачем он нужен? Так, 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 что это? Что это? Что это? Черт, что это? Черт, что это? Ну, понятно. Как отсчет выступления. Компинитор. Раз, два, три. И сразу надо петь? Да. Зачем он нужен? Да, дальше. Тридцать трех, бог. Да, достаточно вот этого, сколько там, четыре вот этих тасты и все. И начало отрежем, аппендицид отрежем. Ставим только оркестровый вот этот период и все. Нет, классно. Хорошая песня, хорошая. Я когда вот на конкурсы езжу, я мало беру. Да, они все одно и второе. А мы тоже поют, а тут вот, понимаешь, я ее не слышала. Сейчас я вам еще песню расключу. Ну-ка, ну-ка, давай. Ну, для сопроновых, она, хорошо. Ну, Юлька же сопроновая. Ну, я говорю сейчас. Я тоже знаю, в том году на Белорусском базаре услышала, по телевизору ушла. Я же выбегаю из ванной, где эта песня, что за песня? Ну, он такая, вот для тебя прибавила. Ты скажи, ну, а с предыдущим-то молодым человеком проблем никаких? Сейчас можно будет этот момент вырезать? А. Нет, давайте сразу стоп. Сразу ползу. Я просто помолчу, чтобы я потом это... У меня линейка там будет просто. Сейчас быстро песню. Я уже дыхание разограла. Я просто там буду видеть на линейке, что это... Смотрите, на секунду можно... Так похоже на это... Там нет меня. Ну, да, очень. Что-то я говорю. Что-то я говорю. Что-то я говорю. Что-то я говорю. На своих часах стрелки поведу, немного спят. Жизнь идет, увы, без монтажа. Как поверить снова в счастье Сердцем разлетевшихся на части Отказывается, что... Заставь меня дышать Опять дышать Я не приберяя даря безозличия небес Заставь меня дышать Легко дышать Снова любить, не видеть, с собой леветь Я бы не сказал, что... Это первая... Сейчас, нет, сейчас... Какая она, сопроновая? Нет, она не сопроновая. Это твои конфетки. Она не сопроновая, что ли? Двух летней давности. Сейчас. Снова любить, не видеть, с собой леветь Дети ручная работа Выделали? Нет! Пусть полежит Сейчас отойдем Ставь там сюда Ну и вот это Пусть отойдем чуть-чуть Так, это сейчас Пусть отойдет Потому что терминация Это Венец и Супрана Которые... Ээээ... Эээ... Эээ... Натуральные... Эээ... С Суперсом, да Ээээ... Суперновая девочка поет. Ей вообще нормально, там у нее по низу хватает и по верху ей замените, что у меня она сильно высоко ваше, в момент мне приходится понижать. Она прикольная, видишь, видишь, мы когда слушаем, начинаем петь, совсем по-другому, все это как-то уже нет, нет одеяла-то уховывала сверху. Уже лежишь, извините, в распашонке, неукрытая. Да-да-да, это я в живую когда-то слышу, это Слоянский базар, в живую сижу, такая, ей точно 10 баллов, и Долина, 10 баллов, я Долин, даже на всех рубила, и это, ей такая, 10 баллов, он такая, ты как это делаешь, ты сижу, слушаю, не, ну это 7, он такая, 7, он такая, так, едь к ней, идея спойчень. Так, это что было за слово? Еть. Приезжай. Приезжай, отправляйся. Мне же написали тут, что, значит, почему, Наталья, такое слово есть. Сейчас уже и ети есть. У нас сейчас все есть. У нас сейчас все есть. Ети, да, эти снежные человеки, эти, сейчас уже все есть, мне написала женщина, может это мужчина, я даже не знаю, сейчас не понять, вы видели, что некие все изменились? Ну что? В ютюбе поменялись все, уже там, ну там все вообще, я теперь не знаю, кто это. То есть, если раньше это было. А, там теперь пользователь какой-то это, они как-то поменяли, имя и никнейм стали добавлять. Там вообще все, даже имени нет, там просто собака, половина адреса или что это. Вот теперь надо плюсом заполнить никнейм, не только имя, фамилия, там еще что-то, а вот теперь еще третья строка, третья строка везде не бывает. Ну, в общем, проблематично, я теперь даже не знаю, если раньше я видела, что это Ирина Васильевна, например, написала это. Теперь я вообще не понимаю, кто мне это пишет. Вообще, поэтому не знаю, мужчина и женщина, а связано с... В прошлом видео? Я, это, я, а? Под прошлом видео. Я в комментариях читала. Да, да. Ага. Да, да. Слушайте, спереди. Спереди, да. А, спереди, впереди вот это вот тоже? Там так странно как-то. Спереди и еще какое-то. Да, спереди. В общем, для меня это дикость. Я написала, я написала. Потом, значит, я бы звонила Вале, Валегине Васильевне, филологу. Подруги свои. Валя говорит, нет, конечно, это неправильно. Вот так вот говорят. Я говорю, Валя. Я говорю, у нас с тобой тортиллы. Я говорю, нам много лет. Я говорю, может быть, сейчас уже говорят. Я говорю, а то, знаешь, там как бы вот такие там все. Она говорит, Наташа, может быть, такой момент. То есть раньше, допустим, там в прошлом столетии говорилось, потом это стало архаизмом, потом, значит, это утратило силу свою, значит, поменялось там все. Теперь это все опять вернулось. Либо это связано с, потому что там примеры были приведены конкретно с дизайнерскими работами. То есть там спереди дома, спереди дом покрашен, спереди дом покрашен в красный цвет, спереди. Я скажу, фасад дома красный. Мне зачем говорить спереди дом? Но я ответила там в комментариях, что я бы изменила предложение. Я бы просто его изменила. Я всегда стопорюсь. Если у меня сложно, я не знаю, что сказать, замени. Я синонию буду искать. Я изменю предложение. Зачем мне какие спереди? Зачем мне не нужны эти спереди? И потом, значит, человек же где-то это взял, непосредственно взял в сети. И правило, да, правило такое, что зад и перед. Производно всё. Я говорю, простите, я говорю, но я эти слова ни зад, ни перед. Вообще. В моей лексике нет этих слов. Вообще. Их просто нет. Хотя можно, допустим, там, ну, как бы где-то как-то. Но их нет. Я никогда не произносила, сколько я себя помню. Никогда. Ни зад, ни перед. А вот сейчас, вот сейчас. Да, да! Да, да, да! Да, да! Да, да! Я только не подумала, она сейчас на мне скажет. А вот ты последняя. Ой, Вероника. Наталья, можно быстренько это. Ага. Опять тишину? Может, тогда... Тишину, да! Мы тогда не сделали... Запомните, вторая. Тишина. encouron если бы ты словно раньше я бы не поверила по поводу вот ну вот подождите в appointee Я же чувствовала . . ác Мама поэтому не доверяйте ой-ёй-ёй-ёй это уже, ладно... это диагноз Матильда, собака не стерильная. Я не тороплюсь. Я не тороплюсь. Возьмите, чтобы они оттаяли. Лукуму возьмите, выберите, чтобы он растаял. Давай. Крась. Крась, мама, крась! Привет! Я у Натальи Викторовны, тебе привет. Привет, привет! Ну, наверное... Да, хорошо. Давай. На укол, что ли, собачку. Возьмите, вытащите, оно рядом будет плохо. Долго растаивать. Вот это. А ты же помогу. Выбирай же разные все. Вы же любите это все. Ну, я не знаю, быстро это или нет. Это мне надо у вас уточнить. Для меня как-то быстро. Это я для вас. Это Юлина мама из Корма привезла. Мы с ним знакомы. Спасибо, и прям так вкусно. Знакомы два месяца. Так как в отношениях получается чуть больше месяца. Ваши отношения ни в чем... Ну, в какой-то момент чувств, влюбленности вот этого всего. Целовались уже? Да. Да. Это пока все. Это максимум. Понадка? Они целовались уже. Вот. Они уже целовались. Он уже с мамой познакомил. Маму меня пока не знает. Да. Целовались. М-м-м. Как вкусно. Ну, это нет. Это же вы любите. Я для вас храню. Это натуральный же. Малина. Малина. Ну, давай ли Пармелад. Вот. Хорошо. А тебе, значит, месяца хватило? А как это? А? Ладно. Двух. Двух? А как так быстро? Вот так. А? Вот так. Ну, как так? Ну, так. Ну, что-то такое вот сказал, что-то такое сделал, что-то и все? Прямо как-то, прямо раз и все? А? Ну. Как-то что-то было особенное? А, просто после Миши. После долгого? Нет, после Миши. Одиночества? Нет, после Миши. Отношения с Мишей. А? Человек совсем, ну, показал, как может, к тебе. Вот я про это же. И я такая, а что так можно? О, мой брат. Просто так цветы можно подарить? Не на праздник. Правда? Это мне? Заехал, правда, и просить даже не надо. И купил что-то домой? А? И позвонил и спросил, что купить домой? И звонить можно по три часа разговаривать? О! Целыми днями? Целыми днями? Целыми днями? Вот так вот. Да. Ну, вот. А? 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 1 неделя уже, 10 дней. Вот. А? А мы как раз только начали встречаться? Ну, вот. То есть не надо, не я звонила, а что там кто? Мне звонили. Ну да, ну да. А мы и не должны звонить. Пускай нам звонит. Пускай нам звонит. Вот это так ужасно, когда женщина звонит. Это плохо. Если только что-то, ну, не дай бог, что-то экстренное, тогда да. А так, ничего есть, потому что я даже суина, я даже Игорюшки. То есть я раз так позвоню и начинаю. Так, это срочно? Нет. Он сейчас может, тут руки заняты, что-то где-то все. Ты сейчас этим звонком, он там, значит, на лесах стоит, когда на стройке там все. Ты сейчас, ты сейчас что будешь звонить? Вот тебе говорит, Наташа, вот так все, я уже все. Не надо. То есть, ну, отправлю просто, напишу там или еще что-то, чтобы потом как-то... Но звонить не будет, потому что таких звонков все время получается, что... Я считаю, что звонки должны быть только, ну, как-то, ну, в моем положении, как мамы, как взрослые. Только экстренное. Только что-то экстренное. А так можно написать, я в свободное время там посмотрю, прочту, информацию и все. Причем я сейчас в последнее время стала, когда я отправляю голосовое сообщение, например, Екатерина Михайловна. Ну, вот она уроки ведет, получает голосовое сообщение. Может быть, там что-то срочное, может, а ей некогда, она урок ведет все. А я не могу вот это вот набирать, вот это вот все для меня это... Правда, там сейчас мне показали функцию, но вот, вот видите... А, текста можно. Да, текста, но это такое-то прямо так, это все. Владик, мы все тебе шлем привет. Привет! Привет! Привет, я коротко, всем привет. Там, короче, это, откроешь визави Наташу, там по твоему запросу медаль Сталинграда, короче. Она в двух частях сама соединишь. Отлично! Все, целую. Спасибо, Влад. Спасибо за медаль Сталинграда. Все, давай, целую тебя, Господь с тобой. Пока. Давай. Пока, целую. Люблю тебя. Ну, вот видишь, и дети. Так вот, прямо, ну, как бы у меня не было таких мыслей раньше, а где-то вот с полгода как. С полгода как я, я все равно, я отправляю голосовое сообщение, и следом пишу, прослушать несрочно. Ну, то есть несрочно, 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 несрочно. Ну, как бы вот так, я еще приписку делаю, что эти там не можно написать. Либо вот эта вот функция, но невозможно, там же нужно знаки припинания говорить. Да, да, да. Это невозможно, меня научили, и оно все, бру-бру-бру, вот это вот, все вот это, ой-ой-ой-ой, думаю, нет, это не для меня. Так, надо опять помолчать? Да? А что? Нет, в смысле, чтобы, или вы знаете, или как, вы будете смотреть, где, докуда вырезать? А, ты сейчас будешь говорить секретный вопрос? Нет, я, чтобы предыдущая. Вырезать кусок, чтобы он... А, это нет, это я. Дорого, да? А, ну, давайте помолчим. А, так мы уже много говорим уже. Ладно, 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 нет, я выигрываю сюда. А, про голосовые вспомнила историю. В инстаграме мне, ну, неизвестный пользователь, ну, написал, типа, здравствуйте, ну, что-то, какую-то услугу хотел продать, ну, неважно, пускай уроки пения, например, да? Пишет мне, здравствуйте, я, там, пускай, не знаю, Миша, учитель, там, по вокалу. Предлагаю вам. Хотел бы предложить, ну, уроки макалу, например, да? Я, например, прочитала, и, ну, мне когда мне, это, здравствуйте, да, ну, хорошо, типа, неинтересно, например. И... Хорошо, неинтересно. Да, ну... Здравствуйте. Спасибо. Спасибо, неинтересно. Неинтересно, да. Да, он дальше записывает голосовое, но я все-таки продолжу, не спросив у меня, удобно мне голосовое сейчас слушать, ну, вообще, и вообще написала, что мне не интересует это. А зачем ты вообще отвечала? Первый раз. Избежливости. Нет, ну, вот, допустим, понимаешь, вот он предлагает тебе уроки. Ну, вот, судя по тому, как сейчас ведут себя люди, вот то, что ты сейчас начала говорить, что он голосовое начинает писать, пристают там все, потому что я сейчас в связи с тем, что у меня библейская группа ВКонтакте, в принципе, я 450 друзей, которые у меня висели, которые просились ко мне, я их все, ну, не все, конечно, но где-то, может быть, 400, я приняла их друзья и всем им отправила приглашение в группу, то есть у меня именно цель такая, чтобы людей привлечь к чтению Виклии, чтобы они росли духовно, одна только цель. И один из них, значит, сразу же там, это, кодовое слово, уроки вокала, ну, типа, и дальше по тексту, я просто сразу же заблокировала, то есть я чувствую этих людей, что и как, я сразу же в блок, я вообще не отвечаю. Либо вот это вот, даже если как-то, если сразу ты не прочувствовала, то есть я вот эту вот тьму, вот эту вот, дух тьмы, он прямо сразу же ощущается мне, я его ощущаю. И если я из вежливости, допустим, да, вот там, как-то коротко, ну, и потом понимаешь, ты все равно понимаешь, что лучше сразу заблокироваться. И он тебе голосом. Да, он, ну, просто, я все равно продолжу, там, та-та-та-та-та. Какой вы нудная, Фред Теревич, смотрели этот фильм? Нет. Ну, надо посмотреть. Я такая, вот здесь я уже не отвечала, причем много-много-много-много-много-много-много каких-то там сообщений, я не помню, не уроки вокала? Че ты там? Ну, понятно. Че ты, че ты, че ты? Я такая, просто, до свидания. Ну, в том году было. На это я уже не отвечала. Школу предлагали устроиться, еще название Школа РОК. Ну, все известное, там, получается, тот состав сменился, руководство, тот же штук. Какой-то новый человек. Я не знаю, кто меня порекомендовал, или, не знаю, шефанная ради, я без понятия. Он такой, типа, у вас много учеников, а вас не слышим. Мы хотим с вами сотрудничать. Такая, извините, у меня большая нагрузка, я не могу взять вторую школу. И он прям неделю, я говорю, может, вы подумали, может, обидеться на собседование. И он такой, так, до свидания. Это надо было сразу, просто, вы же актрисы. Кстати, вы знаете, я подумала, я сменила профиль, я ушла работать отделочным работами. Или там, ландшафтным дизайном. Там, все штуки. Или обнитолог. Да, или обнитолог, да. Я сменила профессию, пока вы мне тут писали, я поменяла профиль. Это уже не актуально. Это не ко мне, это не ко мне. Ой, вообще, как это делать, может, вот орешки хочет, ну, спряту меня, спасибо. Все, мне нужно, идти надо. Все, уже, у вас уже встреча. Ты еще побудешь? Или тоже побудешь? Чуть-чуть, а то у меня собака. Ну, давайте тогда, давайте тогда наметимся, если 31-го, Дианка, вот она приезжает, если у вас получится. Ну, там спишемся. Там спишемся, будем рады, значит, чтобы мы не одни тут с ней были, если вы подойдете. Все, ну, и вот в таком же режиме сделаем новый чизкейк, заранее, заранее сделаем, раз понравился, будем, значит, вот так. Ну, и, там, раз, ешь. Рыба есть у меня еще такая, раз понравилась, я приготовила, ну, все, я приготовлю, такую же рыбку сделаю. Я вообще сейчас, я дойду до злоби, ну, как узнать, что она там есть, понимаете? А, как, ну, нужно будет просто, тогда это было случайно, я больше там ни разу не была. Мне нужно просто пойти уже, как получится, помолиться, Господь, все, и взять у нее телефон продавцовую. Да, да, да. Взять телефон, попросить, сказать, что можно вот так и так я, или вас попросить, чтобы сообщили. А, может быть, кто, кто вам в первый раз забыл? Ну, она здесь не живет, Катюшка. Может быть, у нее есть номер, мамки? Не-е-е. Ну, она же как-то нашла эту? Так она просто поехала, она, я поехала на Злобинский рынок, и она там оказалась, тот же в остатках. Она взяла немного, 4,5 килограмм привезла. Ну, так мы вот и кушаем. Понимаете, рыбу уже нужно есть хотя бы раз в день. В неделю. Советское время, четверг был рыбным днем, во всех столовых советских. И это правильно, рыбу нужно кушать. А сейчас вообще рыбу не едят. Сейчас вам, конечно, предложат эту, как там, омегу-3 или кого-то, вместо этого, чтобы затолкать вам там все это. Ну, химию в оболочке какой-нибудь там. Непонятно, что назовут омега-3. Ну, нет, ну, можно, конечно, внушить себе, что все хорошо. Ну, лучше уж рыбу есть. Лучше уж есть все-таки продукты. Ну, ладно, все, девчонки, я обнимаю, я зацелую у вас все. Ой, ну, давайте. Все. Пока! Да, ну, встреч, дорогие друзья. Пошли провожать вас. А, мы должны лачиком-то чизкейка с собой. Меня сейчас не стенит. А, да, у меня есть контейнер маленький. Он может испортиться. Да куда он денется, он сегодня все это свежее. Что-то мы сейчас сотрим Тимку. А, ну тогда, дорогая моя, ладно. Тогда только тебе. Тогда только тебе. Ну, все, счастливо, пока! Приезжайте, мы вас угостим. Так, у меня есть контейнер, ну, давайте тогда одевайся. У тебя благословим? На эту шаму? У тебя! У тебя! У тебя! У тебя! Редактор субтитров А.Семкин